Суровый веб. Тот самый подкаст от UwebDesign из Челябинска. Наконец разбираемся в каскадности CSS. Как отделаться от смартфонов и начать жить? Назад в будущее. Как Мур обосрался со своим законом? Назад в будущее. Как Мур обосрался с Пагнали. Всем привет! С вами подкаст Суровый веб-проект UwebDesign. Сегодня 4 февраля 2020 года. Выпуск номер 223. Меня зовут Александр Гончаров. А меня зовут Никита Тарасов. Короче, у нас сегодня 100 тысяч, на самом деле, 100 тысяч в скобочках 6-7 классных темок для вас. Да, у нас сегодня нечетное количество. Обычно четное всегда, а тут нечетное. Да, да. Я не знаю, зачем я сказал, сколько у нас темок. Потому что люди будут ждать. Они будут... Так, это сейчас какая? Это сейчас четвертое уже, они говорят. Когда это уже закончится? Это все вот это сейчас пятое. Ты этих людей, знаешь, они смотрят в описании заранее. Если там нет тайм-кодов, сразу выключают, дислайк ставят. Если есть, сразу щелкают на ту, какую им надо, одну слушают и все. Поэтому они тебя уже даже не слышал никто. Они все ушли слушать про, как отделаться от смартфонов. Или про Apple. Про Apple я, кстати, сам хочу послушать, так что не будем медлить. Перейдем непосредственно к тому, что у нас есть для вас почта worksobakaevibizign.ru Присылайте туда свои заметки, свои письма, свои сценарии кино, свои любимые романтические истории. Все, что у вас накипело, наболело, а может быть даже предложение по рекламе, пишите на worksobakaevibizign.ru Пишет вообще, Саня, кто-нибудь на worksobakaevibizign.ru Да, у меня даже в Пенинге есть один запрос, потому что мне там чувак пишет, а, давайте успешные примеры интеграции других брендов с их статистикой туда-сюда. И я как-то... И послать нахрен стыдно. И послать тоже стыдно, потому что никто нам не отчитывался, насколько там хорошо, но некоторые интегрировались несколько раз. А так и напиши. Никто не отчитывался, но все интегрировались несколько раз. Сейчас, ну, про всех это тоже будет ложь, но да. Надо будет как-то что-то ответить. Просто я не буду вслух сейчас на камеру говорить, что за бренд. Что Gazprom тебе написали. Вот, да. То есть там такой бренд, что меня даже ими не спешу отвечать, потому что, блин, они писали раз пять, и все раз пять сливались. Поэтому не хочу. Ну, я напишу, конечно, но, блин, с вашим брендом, уважаемые зрители и слушатели, если вы сейчас напишите нам на work.sobaka.youbdesign.ru, будет не так. Будет все по-настоящему. Конечно, конечно. Будет все по-взрослому. Ну, конечно, конечно. Это мы. По-взрослому это мы. Я геймпад сейчас в камеру показываю, потому что по-взрослому это мы. Убирай его отсюда. Переходим, что? Или не переходим? Конечно, переходим. Первая тема. Что тут про Google тут расскажешь нам? Про Google. Про Google. Блин, у меня здесь листов Mortal Kombat episodes открыто. Ладно. Это я все обрежу. Именно обрежу. На хабре от темка. Вся выдача Google теперь выглядит как реклама. Даже я не знаю, что ответить. Ну, то есть, во-первых, неудивительно. А во-вторых, да. Ты-то видел, кстати, или нет? Я-то видел. И я, когда именно заголовок увидел, я прям такой, а, точно наболевшее. А, вот оно наболевшее. Вот это наболевшее. Я сейчас попробую какой-нибудь еще записать. Ой, у меня поиск через Яндекс начинается. Я попробую сейчас еще какой-нибудь именно запрос супер рекламный, типа недвижимость в Сочи написать. И показать нашу. Я сейчас написал карбюратор, но оказалось, что карбюратор неправильно написал я. Неправильно работаю. Вот. И что-то карбюраторов нет рекламы. Но недвижимость в Сочи есть реклама. И она реально очень сильно сливается с остальной выдачей. Ну вот, короче, обсудим. Смотри. Google уже, это не первое, так скажем, ее, не первое ее движение в этом направлении. Они давно начали эту всю политику, так сказать, скрытия рекламы. Давно здесь сидят? Вот, вот, да. Давно здесь сидят. И нам напоминает Hubber.com, а именно, я не буду называть, здесь брендовый блог. Вы и так все видите на своем экране. Пусть хотя бы аудиослушатели без рекламы будут. Они не будут знать, на чьем блоге написана эта статья, и мы не будем лишнее это говорить. Короче говоря, нам авторы статьи написали, что вплоть до 2013 года, и показали скриншоты, Google очень явно выделял рекламу. То есть даже прям фон, фон именно рекламных объявлений в выдаче был другой. То есть он когда-то был красный. Если ты проскролишь супер вниз, там есть именно скриншот, полная история рекламы до 2007 года, и вот вплоть до 2016, которая сейчас у нас идет. Вот, когда-то был синенький фон, потом был желтый, зеленый, голубой, какой-то фиолетово-сиреневый, потом был оранжевый, еще оранжевый, и все. В 2013 году это был последний год, когда у рекламы был фон, именно заливка, так скажем. После этого Google начали ее мягонько-мягонько нам ссувать так, чтобы мы этого не замечали. Они сначала оставили большой такой лейбл ad, сокращенный ad advertisement. Потом был маленький. Нет, я думал, это артериальное давление. Я думал, ад. Вот. А потом дальше. И ты хоп сразу открываешь обратно ссылочку про Mortal Kombat с бисексией. Вот, вот, стопудовый там. Шинок сразу. Шинок. Уэмс. Кстати, еще в четвертом Mortal Kombat, который вышел на первом или на втором PlayStation, был шинок. То есть, в принципе, вот кто-то вот только в девятом про него узнал. А он и в мультсериале был. То есть, это, в принципе, вся история написана миллиард лет назад. Ладно, закрываем мортали. А потом ад маленький был, без пейдингов, так скажем. Уже прям, ну, мелкозаметный. И сейчас ад уже вообще сделан в форме фавиконочки. То есть, именно сделали так, что нам кажется, что это просто сайт ad какой-нибудь .com. И первые три объявления с этого, первые три поста с этого сайта по запросу недвижимость в Сочи, соответственно. Вот. Ну, забегая вперед, скажу, что в русской локализации там все-таки большое слово реклама. Ну, большое, в смысле из семи символов. Черным написана реклама. И надо сказать, что все-таки выделяется. То есть, я не могу сказать, что оно прям сильно слилось. Хотя, конечно, слилось. Вот. Но, тем не менее, в английском варианте еще более слито. И это, конечно, полное говно. То есть, я... Google — это корпорация зла после этого всего. Здесь красивая есть иллюстрация, где нарисован дирижабль с надписью Google. И он именно летит, из него бабки сыпятся. Просто, видимо, потому что они уже не вмещаются в этот дирижабль. Работает на бабках просто. В принципе, да. Мы можем пошуршать даже цифрками и сказать, что материнская компания Alphabet, которая, собственно, владеет компанией Google... И пэшка, короче. И пэшка, да, на Брина Зареганы. 34 миллиарда долларов заработала на рекламе, именно в Google. Из 40. То есть, это... Ну, это больше 75%. Что-то типа 80% всего бабла. Или даже 85%. Это реклама именно в Google. То есть, очевидно, что даже малейшие какие-то вот такие изменения, которые повышают click-through rate с 17 до 18 всего лишь процентов. А это, хоп, и 2 миллиарда тебе прилипло просто за то, что ты сменил ад с желтенького на черненький. Нихреново, да? И ведь даже бунт никак не объявить против них, понимаешь? Ну, то есть, перестать пользоваться Google массово. Я не представляю, как можно так сорганизоваться, чтобы вот... Да. Ммм... Ну, давай про бунт не будем. Хорошо, ладно. Давай поговорим про ад. Смотри, смотри. Первое. В натуре стало сливаться. И второе. Слово реклама в русском всё равно сливается. До свидос. Ну, понятно. Но там-то реально прям ад... Они даже сделали в размер фавыконок. Да. То есть, это... Ну, то есть, там прям вообще... Третье подсовывают тебя. Они тебе могут сказать... Чувак, а это просто стильно. Ну, просто... Ну, уже хватит не стильно делать. Делаем стильно, красиво. Что ты им на это ответишь? Да тик, я вообще даже им отвечать не буду. Они на своей платформе вольны делать, в общем, что угодно. С другой стороны, они же для нас пишут, где ад. Они же вообще могут не писать, где ад. Ну, блин. Мне кажется, это вообще полное говно. Это прям, ну... Понимаешь? Наверное, даже отслеживаться никак нельзя. То есть, у них именно по соглашению... Они даже за это бабки не могут брать, потому что, ну... Хотя... Они какое-нибудь доп. Соглашение заключат потом. Там... И мы уже всё. Мы уже не отличим потом никогда. Вот именно. Пять звёздочек с носочкой. И читаешь внизу там маленьким шрифтом, шистым кеглем. Мне, скажем так, мне тоже не нравится эта тенденция. Скрывать рекламу максимально от нашего глаза. Но, с другой стороны... С другой стороны... Может быть, бойкотируем как-нибудь. Каким будем пользоваться поисковиком? Который сильно выделяет рекламу? Ну, или в котором нет рекламы. Например, в DuckDuckGo есть интересная реклама или нет? Ну, это мы далеко так пойдём, если мы сейчас DuckDuckGo начнём пользоваться. А я сейчас попробую недвижимость в Сочи в DuckDuckGo вписать. Собственно, почему бы и нет. У меня как раз сейчас включен VPN, который мне друг в Firefox настроил. А это вообще разрешённый, кстати, поисковик на территории Советского Союза? Да, у меня вообще ничего предрассудительного. Он даже... Именно ты заходишь на него, и там всё по-русски. Добавить DuckDuckGo в Firefox максимум конфиденциальности, минимум усилий. Я даже и добавлю. Кстати, можно это. Тут что-то установить его. Вы же знаешь. Ну, не знаю. Можно попробовать пользоваться, но я боюсь, что выдача, конечно, будет скуднее. А вот давай. Я прям хочу сейчас... Вот что я до этого искал? Mortal Kombat сериал 2011 я искал. Посмотрим, насколько это возможно найти в DuckDuckGo. Ну, давай, пока у меня тут долго скачивается, я тоже скажу, что мне тоже не нравится тенденция. Я не знаю, есть ли какой-то смысл бойкотировать вообще. Ну, то есть, наверное, смысл есть, просто по анархистам. Вот, но... Хой-хой. Вот, да. Короче, я правда не знаю. Просто я замешкался. Я в ступор впал. Надо тогда и YouTube бойкотировать. Пошли они. Да, с этим сложнее. Причем я даже не то, что я сейчас, как Вилсаком, живу с YouTube, и если я от него откажусь, я по миру пойду. А просто, ну, вот как донести до наших, так сказать, до наших? Через Vimeo? Да, знаешь, боюсь, что сложно будет донести. Еще сложнее будет донести. Хотя, до кого надо, можно донести. Ну, понятно, что кто надо, даже в теле не будет загружены. Я реально тогда штаны раскромсаю себе, с дырками сделаю их. Да, я тебе больше скажу. DuckDuckGo даже первее Google... А, блин, я в Яндексе до этого искал. Дерьмо. DuckDuckGo даже первее Яндекса разместил именно плейлист YouTube. Типа, смотрите Mortal Kombat Legacy. Я, кстати, туда зашел, и что-то не работает. Ну, это трейлер у меня написано. Трейлер второго сезона, может быть, что-то не то. Ну, короче, DuckDuckGo вполне нашел ту же самую статью в Википедии, IMDb, и пошел даже какой-то там, эти, Tiranator.com. Ну, это, короче, онлайн, там, какие-то смертельные битвы, наследие смотреть онлайн. То есть тут все как в жизни. Да, те же самые практически. Ну, в Яндексе одноклассники еще выдались. И кинопоиск. В DuckDuckGo ни кинопоиска, ни одноклассников. То есть, в принципе, даже лучше, чем Яндексе работает. В принципе, только лучше стало. Вот, да. Ну-ка, сейчас попробуем e-web-дизайн тогда Go вписать, что будет. Он мне даже подсказку такую вот показал. Там сейчас будут лохи. Нет, там наш YouTube, там наш YouTube-профиль. Вот. И все. Ну, мне просто за то, что друг включил VPN-ку нидерландовскую, я сейчас ее отключу. Так. Козел, другая. Включается. Запрещено. Блин, у меня все еще выдача Нидерланды. Сейчас я сделаю выдача Россия. Есть здесь Россия вообще странно? Вот она, есть. e-web-дизайн. Россия. Безопасный поиск умеренный. Не фильтровать контент для взрослых. Ничего, не извинилась. Первый это наш... Первый это... Не сразу понял, а теперь смешно, да. Короче, e-web-дизайн.ru, наш сайт, потом YouTube наш, потом наш ВК, потом наш Facebook, потом наш Twitter, потом только наш Patreon на шестом месте. Все, и дальше уже какое-то говно пошло. Картинки по запросу e-web-дизайн в Яндексе еще там на десятом месте. Боюсь представить, что там за картинки. Ну, вот... С наших капустников. Капустники. Даже в описании.ru есть во второй пачке выдачи. Вот этот в описании везде пролезет, даже на DuckDuckGo пролез. Короче, мне нравится. Мне нравится DuckDuckGo. Но это следующий шаг после Firefox. Ну, кстати, оно же все как бы повязано. В Tor браузере, который на основе Firefox, тоже DuckDuckGo — это дефолтный поисковик. Так что, в общем и в целом, как бы, ну-ка, сейчас посмотрю. Да, у меня даже сделано... У меня теперь расширение так сделало, что я когда в поисковой строке пишу, точнее, в адресной строке, у меня тоже будет через DuckDuckGo искать. Ну, попробуем, попробуем. Интересно, интересно. Посмотрим, сколько Саня просрет инфы из-за того, как перешел. Потом я перейду. Ну-ка, Яндекс сейчас посмотрим. В Яндексе-то как реклама выглядит? Недвижимость высо... Насколько они охреневшие? У них еще меньше. У них вообще реклама транспарентным квадратиком. И даже не в начале, а в конце. Ну-ка, я недвижимость в Челябинске. Ну, давай в Челябинске. А, да, о-о-о, ну тут... Я-то просто не пользуюсь Яндексом, не знаю, но тут реально рекламу вообще хрен просишь, где она. У меня еще до сих пор. Яндекс, вот 2К какой там, 20-й год. У меня монитор 2560 по ширине. Почему вы заняли только 500 сраных пикселей в углу? Все остальное — это пустота. Ну да, да, они слева чисто тусят. Вы вообще серьезно? Нет? Ну вот, видимо, да. Короче, Яндекс пошел дальше, чем Гугл. У них еще какие-то коронки. Сайт врубоку пользователей. У них какие-то галочки, коронки. У них какие-то популярные сайты. Есть? Да, есть и гонечки. У них реклама даже в конце. Тут есть вот органическая выдача, ну, наверное, объема не там 8. А потом еще... И внизу еще. Да, внизу. Нет, ну, конечно, по недвижимости, там именно нажористая тема. Там вообще они бабки зарабатывают досюда. Ну, просто ювеб-дизайн в Яндексе. О, тут сразу спидарт-ведьмак справа. Просмотрят 2 миллиона канал-подкастеров из Челябинска. Вэм, чё, камон, вау. Классно, лучше, чем в Дагдагоу, конечно. Не поспоришь. Лучше, лучше. Но не уверен, нужно ли... Слайдер с ювеб-дизайн.ру, слайдер именно подкастов. И он именно на посты, на сайте ведет. А там ты захочешь, там на YouTube. Блин, Яндекс круто сделал именно наш сайт, каруселечку. Они тут прям все ссылочки, очень хорошо. Мне нравится, как выглядит. Вот. Я, правда, в Google не искал. В Google, может, еще лучше. Но у нас-то вообще, блин, базара нет. У нас вообще офигенно. Может, у нас свой поисковик писать? По рекламе, чтобы наконец-то зарабатывать. Кстати, по запросу ювеб-дизайна нет рекламы. Чистые запросы. Используйте только чистые запросы. Ну, нет. YouTube... Ой, господи, YouTube. Все уже. Ю... Блин. Google, ничего подобного. Там каруселька видосов с YouTube, причем именно рандомных абсолютно. Ну, они, наверное, по просмотрам большие. Вот. Но, тем не менее, в Яндексе лучше всего выдача по нашему запросу, я бы сказал. Удивительно. Шок. Ну, чё, шок. Вот тебе и шок. Давай пойдем дальше про Google. Пойдем дальше про Google. У нас про Google карты. Следующая тема. И здесь интересно. Немножко мы все продолжаем нашу такую панк-хипстерскую такую тему. Про то, что Google... Да и вообще про то, что веб коммерциализирован. Слушай, подожди, панк. Ты скажи, у тебя на Шизу какая реклама? Сверху? Ну, вокруг. Вот этот вот баннорочек. Вокруг. А вокруг у меня никакой рекламы, потому что у меня даже не друг, а, как бы сказать, такой, этот, тоже панк, друг панк, установил отблог. У меня вообще не будет. Понятно. У меня-то там огромный баннер Warcraft 3 Reforged. Ладно. А, ну ладно. Короче говоря, оказывается, если сложить вместе много смартфонов с Google картами, и положить их, и начать двигать по улице, например, в какой-нибудь тележечке из магазина, то Google карты начнут в этом месте показывать пробки. Как и сделал немецкий художник Зимон Векерт. Или Зимон? Векерт. Он очень интересным способом заставил приложение Google карты отображать пробки на нескольких улицах города. Взял небольшую тележку, 99 туда смартфонов положил. Причем он, что важно, на этих 99 смартфонах открыл везде в активном состоянии приложение Google карт. И поехал с этой тележечкой, медленно, но верно пошел с ней и смотрел на Google карты. И реально Google карты показывали пробки. Выложил он, значит, это все в интернеты. Причем непонятно с каким лозунгом, что типа Google карты тупые все еще, и все еще мы человек умнее сто раз, чем Google карты. И ему начали чуваки отвечать в комментах, что типа, так такого же не может быть, вы че вот. Чуваки в автобусах едут, у них же ничего не случается, у них же не показывают пробку, когда в автобусе все люди едут со смартфона. Но один чувак, который работает в Google, который заявил, что он работает в Google, в комментариях написал, что в принципе такое может быть. Почему такое может быть? Такое может быть, потому что реально, когда у тебя запущен Google карты как навигатор, типа, у тебя приложение думает, что ты именно на тачке едешь. То есть ты чувак, который смотрит на навигатор. А соответственно, если много таких чуваков, которые смотрят на навигатор, и все в одном месте медленно движутся, это пробка. Правильно? Это же все на тачках едут. Вот, соответственно, и эксперимент, который, как я понимаю, удался на славу. И мы видим, как все еще люди способнее, чем технологии. Короче, вот тема такая. Как тебе? Интересно? Мне интересно. Мне интересно две ремарки. Первое. Ну, обе, в общем, из комментариев, но обе я сам тоже придумал. Хотя кто мне поверит, но допустим. Вот. Первое о том, что... А где он взял 99 смартфонов? Ну, то есть ты попробуй столько... Ну, он же художник. Он же немецкий художник. Мне кажется, он... Ради арт-объекта он спокойно 99 смартфонов надыбал. Ну и вот, да. И второе, это, конечно, прикольная получилась инсталляция. Хотя даже скорее перформанс. Поэтому, в принципе, современный художник, все как надо. Если еще насрать на 99 смартфонов. Но вообще, я тебе скажу, он достаточно лысый чувак. Может быть, он отработал эти 99 смартфонов. Ну, слушай, удивительно, какая маленькая тележка способна уместить в себе 99 смартфонов. Кажется, 99 смартфонов — это гора. Да, если это именно 99 смартфонов в коробках было бы, то там бы ZIL пришлось гнать. А вот так вот, когда они все такие тоненькие, красивенькие, хотя не красивенькие. Там видно же какие-то странные смартфоны с камерой посередине. Там какие-то супер-лопаты, да-да. Да-да-да. Это, наверное, какие-нибудь, опять же, Samsung Galaxy Pizka или Galaxy Sizka, да, Neuron & Somnus? Ну, в общем, вот да. У Samsung Galaxy Sizka, только у Apple кабели пережимаются. Ну-ка, про Apple, давай. Про Apple, давай. Кстати, раз заговори. Мы скользнули по этой теме, оттолкнулись от нее, как блинчик от воды. И идем дальше. Тоже на Shizu, тоже Warcraft 3 Reforged. Лардерон возродится. Лардерон возродится. The Elder Scrolls. Скайрим. Купи Скайрим. Так вот, несмотря на протесты, Apple, парламент ЕС, поддержал закон об универсальной зарядке для девайсов. Парламент на сигареты же такие. Конечно, это белый парламент с кнопкой. Вот, не поддержали, а синий не поддержал. Так вот, мы с тобой уже обсуждали эту тему, что парламент ЕС, Евросоюза, давят на Apple, что, типа, чуваки, хотите сертифицировать в Евросоюзе свои девайсы? Будьте добры, пожалуйста, универсальную зарядку, как бы, подстройтесь под рынок. Вот. Универсальная зарядка, разумеется, USB-C. Вот. И Apple до сих пор протестует. Чтоб ты понимал, законодатели проголосовали большинством. 582 члена. Против выступило 40. Так, никто, видимо, не воздержался. Ну, неважно. Не воздержались и не воздержались, по Лебедичу. Так вот. И теперь Еврокомиссия должна подготовить формальные требования в ближайшие месяцы с дедлайном на июль 2020 года. Дедлайн июль 2020 года. Это уже вот. Это уже в окно выглянуло июль. Не успело глянуться по мужикам. Угу. Так. Вот. И, соответственно, коль скоро дедлайн июль 2020 года, они утверждают этот подзаконный акт. И те айфоны, которые выходят в 2020 году, предположительно, в сентябре, если все события в Китае сейчас никак не повлияют на выпуск, так скажем, девайсов, они уже должны будут быть с USB-C. Так. Это революшн мазафака. Революция, так скажем, сверху, а не снизу. Раз от европарламента. Вот. Обрати внимание. У нас два варианта. Первый. Эппл прогнется и... А, ну да, они до сих пор сказали, что чуваки пошли как в жопу. Это, ну, евро эти. В пользователь, короче, пострадают. Типа. Вот. Повторюсь, у них два варианта. Первый. Сделать везде USB-C. Второе, сделать именно европейский вариант, европейку, которая будет с USB-C. Как ты считаешь, что экономически выгоднее для Apple, учитывая то, что держать две сборочные линии, разумеется, дороже, но терять деньги на продаже аксессуаров типа уникальных для Apple будет хуже? — Короче, во-первых, я начну издалека. Вообще, Евросоюз — штука такая, из неё можно выйти. И всё меньше и меньше объектов, так сказать, становится в этом объединении. Ну а если без шуток, то... Кстати, может быть, с шутками. Вдруг там в скором времени останется не так много стран, которые надо прислушать. — Не важно, на данный момент это достаточно большой рынок, и я думаю, что даже GB, удалите один GB, вот. Ну ты понимаешь, да, шутку? Ты видел? — Да. — Вот. — Я не видел, но я понял, про чё. — Вот. Даже один GB удалялся порядка, там, трёх лет. Это в любом случае будет не очень быстро, но продолжай. — Я думаю, что они могут пойти на то, что везде сделают USB-C. Могут. Но придумают какую-нибудь новую хрень. С другой стороны, они могут придум... Они типа могут сказать, что как-нибудь пропиарить, что именно их зарядки самые классные. Всё равно, несмотря на то, что USB-C типа везде есть. Но наша белая хреновина, которая распадается прям в руках, она true. — В руках у нейрона не сомнился. — Да, только ей вы можете нормально спасать природу и планету. И я, в принципе, с ними соглашусь. Так и есть. Но я не уверен, что все будут нескептически настроены и не будут покупать любые рандомные провода. С другой стороны, внутри очень хорошие. — Смотри, видишь, одно дело, они убедили, а другое дело, если мы говорим про лайтнинги, то Apple же зарабатывает и на Белкинах в том числе, потому что они все сертифицированы Эплом. — Я имею в виду на белкинских лайтнингах. — А вот на белкинских USB-C Apple никак не заработает, понимаешь? Потому что, ну, камон, это стандарт. — Может быть, только для Европы сделают, реально. Поддерживать вторую линию, ну, думаешь, мне кажется, это им несложно. Да и даже, смотри, что поддерживать линию? Они просто выпустят, ну, тебе дырку, воткнули тебе USB-C, а провода класть будут, не знаю, не свои какие-нибудь. — А, везде-то будут уже... А в Америке? Да и что, в Америке зато будут нормально, с лайтнингом все хорошо будет. — Ну, я тоже к этому варианту, может быть, склоняюсь, просто потому что прецедент же есть. Например, ты-то знал или не знал, что в Китае iPhone 11 профессиональный выходит с двумя сим-картами? — Ну, позже, он же и так с двумя сим-картами, или нет? — Нет, он с одной сим-картой, но именно есть китайские версии, в хорошем смысле этого слова, с двумя симками. — Мне кажется, я знал, что айфоны с двумя симками выпускаются в Китае. Я слышал, мне кажется. Ну, то есть, видишь, они дополнительно делают, ты это хочешь сказать, что дополнительно делают для страны какую-то фичу. — Да, я тебе могу сказать дропбэк этого, в том смысле, что именно у айфона с двумя симками нету мировой гарантии эпплоской. — Ммм, нифига. — То есть, я не смогу, как сейчас, взять финский айфон и, ну, по гарантии обслуживаться здесь в России. С китайским двухсимочным я так взять не смогу. — Не айфон, а айфон-най-най-най-най-най-най. — Вот айфона-карона, вот это. — Ладно. — Ну, то есть, да. — Я хотел, знаешь, что сказать тебе? Хотел сказать, что действительно в странах делают, в странах делают, например, напоминаю, что в Японии нельзя звук затвора выключить, чтобы трусы не снимали без звука. То есть, в любом случае делают, для России Яндекс устанавливают и антивирусы, так что везде свой маразм происходит. А может быть, наоборот, кстати, не маразм, может быть, хорошие вещи какие-то делают. Две симки. Ну, нужно же две симки. — Мне кажется, к твоему вопросу о том, что нужно делать свой поисковик, нужно делать свой тотализатор. Сайт со ставками. И ставить ставки вот на такие вещи. — Типа будет ли это или нет? — И мошенничать, естественно. И забирать все выигрыши себе. — Да проще в подвале у нас откроем, тут этот однорукого бандита поставим. Зачем это сложная какая-то схема? — В подвале на теплотехе, о котором мы пришел. Там, кстати, я шел, и там, мне кажется, есть. Там, мне кажется, есть. — Ну вот да. — Хорошо. — Поговорили, поговорили, так поговорили. Интересно наших технических блогеров, которые у нас в комментариях обычно высираются, послушать, что скажешь. — Кстати, да. Мне тоже интересно. Как никогда, на самом деле. — Вообще подошли. — Не никогда не интересно, но тут хотя бы интересно, да. — Они точно всегда на этом, на том, на чем... Ну, они знают лучше нас 100%, лучше Евросоюза 99% и лучше Apple 98% знают. Это у меня статистика точная. — Слушай, надо нашим рекламодателям ее передать, у меня там как раз статистика спросили. — Ну ты любую передай. — Просто любую передай уже статистику. — Да, ты имеешь в виду, можно им солгать опять же просто. — Да, вот именно, да. У меня, знаешь, у меня на английском был рассказ про то, как чувак... Я сдавал пересказы на английском, и всегда пересказы на английском... Скажешь, сейчас зайду далеко. Нам же говорят, что у нас нет души в подкастах, я немножко расскажу. Короче, есть такая тема, что в ЕГЭ все вот на русском... На русском или на литературе? Наверное, на русском. Все вот эти тексты, они со смыслом. Или на литературе, короче. Вот. И там именно читаешь, и там за душу берет. — На тотальном диктальном русском. Ты это имеешь в виду? — Ну может быть. Может быть. И там именно за душу берет. Там вот именно ты читаешь, и именно там до свидос. Там именно философски и грустненько, и вообще. Так вот, в английском, когда ты английские какие-нибудь тексты, именно обучающие, там, на пересказы берешь, например, там с английским юмором все. Понимаешь? Там именно с рофлами. И я пересказывал текст по поводу того, мужик пошел, короче, не мужик, даже чувак просто молодой пошел застраховать свою жизнь. И менеджер офиса, значит, ему говорит, а типа расскажите, вот вы хотите зарегистрировать жизнь свою, застраховать, а у вас типа родители, они, короче, болели, там, во сколько умерли? И он говорит, ну, типа, мама у меня там в 30 умерла, потому что у нее плохое сердце было, а батя умер там в 32, потому что у него туберкулез был. И чувак, и менеджер говорит, да нет, мы не можем вам зарегистрировать, у вас плохое здоровье родителей. Ну, короче, чувак такой в депрессухе выходит, значит, я как анекдот рассказываю, там, на самом деле, панчлайн будет говно, потому что английский юмор. Выходит, значит, чувак из офиса, его какой-то клерк подзывает, который overheard этот, значит, слышал, подслушал, подслушал это дерьмо, и говорит, да чувак, ты не говори, типа, правду стопудовую, ты, значит, не говори правду, ты используй воображение. И чувак идет в другой офис, наш главный персонаж, в другой офис, и менеджер говорит, а слушайте, ну, да, мы можем, пристать вас зарегистрировать, ну, скажите, что у вас там с родителями, когда умерли? И он говорит, ну, типа, мама у меня, короче, в 90 умерла от того, что упала с велосипеда, батя, короче, умер в 95, от того, что, значит, там, играл в футбол. И чувак, типа, его зарегистрировал, менеджер его зарегистрировал. Вот, короче, английский юмор. А я даже забыл, к чему я это рассказывал, кстати. А, к тому, что статистика поддельная. Вот изображение, воображение используй, воображение. Тоже напиши, что 90% у нас там Газпром и так далее. Ну, согласен. В принципе, пора. Пора уже начинать вот эти приемчики использовать, а то как-то что-то все... Короче, реклама смарт-тейпа у нас дальше. Рекламируем вам хостинг. Если вы пользуетесь любым хостингом, берете его, выкидываете в помойку, вот как другое средство, другой хостинг. Так, взяли его, выкинули. Пошли, смарт-тейп зарегистрировали. Доступный самый хостинг. Получили дешево, сердито, хотел сказать. Даже не сердито. Классно. Поддержали нас тем самым, потому что зарегистрировались обязательно на ewebizzen.ru.ru. Слэш смарт-тейп. Через реферальную ссылку. Мы будем получать от вас какие-то там скромные поддерживающие копейки, а вы будете получать охрененный, охрененный сервис, который полностью русифицирован в Москве, находится и... Самое главное, самое главное, что мы вам его рекомендуем. То есть, как бы, гарант качества есть. Штампик вот этот со свинкой из первого класса поставлен нами. Звездочка из пяти граней. Звездочка из пяти граней. Да. Как тебе вообще смарт-тейп в последние годы? Мне он всегда идеально одинаков, особенно в последние годы, когда они переехали на лучший дата-центр в России, сертифицированный по стандарту ТИР-3. Называется Дата-Про. Ёма. Вот. То есть там, в принципе, просто тупо классные железки. Если вам вот просто тупо нужны железки, in a nutshell, так скажем, без дополнительных свистелок, вы просто знаете, что вы делаете в этой жизни. Вот. И вам просто нужны хорошие железки. Идите на смарт-тейп. Просто покупайте. Это самое дешевое, знаешь, самое дешевое количество гигабайт за рубль оперативной памяти. Самое дешевое количество процессорных тактов за рубль, которые вы найдете вообще ever. Поэтому просто спешите. Если вы нубас, то мы вам, конечно, не советуем. А так, в общем, в целом... Не, ну если ты нубас, то ТИР-3-то ты не будешь собирать. Если нубас. Вот именно. Поэтому смарт-тейп. Безлимитный хостинг лучше ever. Смарт-тейп. 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 Уже скандировать. Идем к следующей теме. У нас разработческая тема. А у нас разработческие темы уже превратились просто в тему про CSS. Не знаю, есть ли у нас люди, которые слушают нас не за вот веб-темки. И не потому, что мы про веб были когда-то полностью 100%, а теперь на 1%. А есть ли люди, которые нас слушают за всякими новостями, типа как про Google карты? Может быть, есть такие, поэтому на таких темах я не знаю, что вы делаете. Может быть, не слушаете. Может быть, просто вам классно, что вам что-то говорят, а вы в этот момент что-то делаете. Там на станке пилите рубанком. Вот для вас тема, короче. Каскадная модель CSS. Вообще, что такое каскадность в CSS и вообще какого хрена, и как это все вместе работает? На сайте wattenberger.com slash blog slash CSS cascade есть этому объяснение и классная такая анимация слева, которая при скролле изменяет положение человечка, который движется под спускающимся водным потоком, по вот этому каскаду водному. Вы скроллите, он спускается. Соответственно, как бы показывая вам, где вы находитесь. Где вы сейчас находитесь. Короче, почему вообще каскадность в CSS? CSS, она смотрит на некие правила каскадности, то есть то, как у вас будут стили отображаться, зависит вот именно от этих вот уровней, по которым смотрит CSS. Сейчас пока пространно, но сейчас мы вдруг врубимся. То есть если CSS, у нее по определенному правилу, у вас написано какой-то стиль, и, допустим, он... Приведу пример, там, восклицательный знак important, она... Она CSS, в смысле. То есть ваши стили будут отображаться, соответственно, тому, что important будет очень важен по сравнению с каким-нибудь там просто... Просто обычным стилем, например. То есть important, соответственно, важнее. Ну, не надо забывать, что... Микроисторию расскажу. Давай-давай-давай-давай. Чувак с предпредыдущего проекта восклицательный знак important читал не important, потому что он JavaScript учил раньше, чем CSS, и он восклицательный знак воспринимал именно как отрицание. Он всегда говорил не important. Я только где-то месяца через два понял, что он имел в виду, но именно когда я понял, я поржал, потому что это реально смешно, да. Короче, не important будет выше, чем любое ваше другое дерьмо. И мы сейчас поймем. Вообще, на самом деле, в CSS-ке понятно, что если ты пишешь, допустим, к одному и тому же айдишнику, пишешь, короче, color такой-то, потом color такой-то и color такой-то, естественно, только третий color и будет у этого айдишника. То есть CSS, он будет спускаться просто по коду, смотреть, что последнее, то он и возьмет. Если у него нет никаких приоритетов. То есть вот у вас просто есть три одинаковых color, и он возьмет третий, последний. Это окей. Это и так понятно, я думаю, что любому, даже двоечнику в CSS. Но здесь вот для троечников мы разъясним дальше. Короче, вот есть каскадность. И здесь в этой статье сразу начинается с первого, то есть самого важного вообще, что самое важное в CSS, на что какие стили точно будут применяться. То есть, скорее, что покажется точно. На первом месте. Первое – transition. Второе – не important. Восписательный знак important. Третье – animation. И четвертое – normal. То есть transition самый важный, important потом, потом animation, потом normal. Вот в таком порядке. И это самая важная вещь. Здесь, кстати, есть пример, например. Пример, например. Где написано просто у пэшечки color Sandy Brown либо у пэшечки color orchid. Orchid. Вот этот вот. Не important. Короче, воссоциальный знак important. Естественно, покажется бэшечка. То есть, второе вот это. С воссоциальным знаком important. Если вы видите. То есть, понятно, что обычная хреновина не будет показываться. Потому что, ну, все-таки important – важное дерьмо. Надо показать. Окей. Это, значит, вообще первая группа важности. Следующая группа – это истоки. Origin. Значит, происхождение. Происхождение, значит, самое важное – это то, как у вас на веб-сайте именно обозначено, что у вас, как у вас написано на веб-сайте. Второе, как у пользователя задано. Ну, на самом деле, как я понимаю, что это как у пользователя, там, не знаю, блин, даже не могу пример привести, но, короче, пользовательские какие-то стили, которые откуда-то взялись. Вы, естественно, можете редактировать только то, что на веб-сайте у вас. То есть, вы можете сделать стили только те, которые на веб-сайте. Вы их можете контролировать. Или вы как веб-разработчик. Как веб-разработчик. А юзер – это, например, можно написать себе браузерное расширение, которое на всех сайте ских тебе будет делать зеленый фон, например. Да, да. Вот. Оно на втором месте, а на третьем – браузерные штуки. То есть, каждый браузер по-своему отображает кнопки, например, или какие-то еще там дропдауны, чекбоксики. Поэтому браузер на третьем месте стоит. И на самом деле, на самом деле, я так и не понимаю. Здесь все-таки в обратном направлении получается. То есть, нет, все-таки важнее то, что вы на веб-сайте напишите, важнее, чем у юзера будет. То есть, если вы, например, у себя на веб-сайте напишите у вас, кстати, знак important к бэкграунду, к цвету бэкграунда, то то, что у юзера написано в его хреновине, по идее, должно не так быть важно, чем у вас на веб-сайте. Но мне кажется, так не должно работать. То есть, то, что у пользователя, оно же потом выполняется. Тут вот видишь, в конце funky fact alert написано, что если без импотентов, то работает так, как написано. Сначала на веб-сайте, потом у юзера, потом в браузе. А если с импотентом, то наоборот. Браузерный импотент самый главный, потом юзерный импотент, потом веб-сайтовый импотент. Ну вот да, потому что все-таки если написано у юзера, то его импотент поимпотентнее, чем веб-сайтовый. Это да. Это да. Здесь, собственно, снова пример. И какое победит? Какое победит? В CSS написанный цвет? Или в браузере? Мы знаем, что CSS на веб-сайте, то, что мы можем контролировать на первом месте, оно, естественно, побеждает. Далее. В первый раз правильно прочитал Orchid. Не Orchid, а Orchid. Ну вот-вот. Далее спецификация. Типа. И здесь еще более прозаично. Здесь, может быть, кстати, кто-то и не знал. Что будет самое главное? Все стили, которые вы написали инлайн-ово, то есть прямо в HTML-ке, прямо взяли и написали. Вот у вас есть какой-нибудь там айдишник, чего-нибудь там, или кнопочка. И прямо там написали style равно и погнали. Это будет самое главное, короче, для отображения. Самый главный стиль. То есть сначала CSS-ка вся подгрузится, а потом то, что у вас инлайн-ово. И инлайн-ово будет важнее. А айдишник на втором месте? Ну айдишник это типа круть. Вообще айдишник это считается прям круть. И когда для айдишника ты что-то прописываешь, это серьезная вещь. Она будет здесь на втором месте. Третья для классов, атрибутов, псевдоклассов. И четвертая type-псевдоэлемент. Before и всякое такое. Здесь также есть примеры, несколько примеров. Например, вот есть в HTML-ке, инлайн-ово написано, есть все CSS-очки. Естественно, HTML-ка побеждает. Дальше, например, есть для айдишничка и для класса побеждает айдишник. Вот. Есть для двоеточия first type of type и есть для точка параграф. Побеждает вот этот, потому что он побеждает первый вариант, потому что он как бы как типа псевдокласс, как я понимаю. Да, это псевдокласс. И вообще specificity корректнее перевести как специфичность. И подсчет специфичнее, чем предыдущая еда. О-о-о. Идем дальше. Давай в position. Углубимся. Position, это, кстати говоря, последний уже, последний пункт. В position здесь достаточно все интересно. Просто каким вы написали, как я и сказал, таким и будет. По идее, если вы обозначили там хоть сто разных вообще хоть каких там цветов, они не будут перекрашиваться, перезакрашиваться. Будет просто последний браться и все. В принципе, как-то так. Что, есть что-нибудь добавить у тебя по вот это, вот по каскадности? Мне есть. Я когда учил в specificity, кто-то говорил, я не знаю, это реальные цифры или это, знаешь, типа, чтобы так удобнее запомнить, что можно просчитывать. Вот здесь будет, есть пример, когда paragraph через айдишник, а потом есть paragraph айдишник и еще точечка paragraph класс. И вот точечка paragraph класс больше, потому что здесь все равно специфичность больше. И типа можно считать, что айдишник это специфичность 100, класс специфичность 10, а type и псевдонимет специфичность 1. И соответственно, в данном случае, когда просто решеточка paragraph, это специфичность 100. А если решеточка paragraph точка paragraph, то специфичность 110, потому что мы суммируем айдишную и классовую. И соответственно, так ты понимаешь, что 110 больше, чем 100, значит, вот пункт B побеждает пункт A, потому что здесь есть и айдишник, и класс. Когда-то вот я что-то подобное читал, и я так до сих пор с тех пор именно и запоминаю. Это так же, как я запоминаю, когда ты, ну, знаешь, типа margin, например, пишешь, margin, простите, и тебе надо 4 пикселя подряд написать, или 4 Yema или Yema, и ты думаешь, какой из них верхний, какой нижний, какой левый, какой правый. Я запомнил, что надо по часам, что сначала верхний, потому что 12 часов, потом правый 3 часа, потом нижний 6 часов, потом 9 часов левый. Я на всю жизнь это запомнил просто и все. Вот. Может быть, вот с этой специфисити людям будет проще тоже именно так запомнить, что можно их складывать. На самом деле, это примерно так же, как и с Z-индексом. Если вы на одном уровне находитесь в родительском контейнере, то у вас Z-индекс там 100. Если следующий дочерний, у него уже Z-индекс в 10 раз меньше. И, соответственно, чтобы дочерний перекрыл родительский, надо уже Z-индекс делать, например, 11, чтобы этот контейнер перекрыл родительский, у которого Z-индекс 1. Поэтому вот эти появились Z-индекс 9999, чтобы именно когда ты на 100500 уровне дочерней вложенности и есть Z-индекс у какого-то твоего супер родителя, чтобы его перекрыть, тебе приходится делать реально тысячные и десятитысячные цифры. Не обязательно, конечно, 9999. То есть, я когда вижу, что, ну, на каком-нибудь проекте у кого-то в CSS указаны именно вот высчитанные Z-индексы, прям видно, что где-то тут 10, а тут 101, а тут 1010, например. Я вижу, что чувак знает, как это работает, и он не бездумно 9999 делает, а у него именно это продумано. На самом деле, конечно, кто-то меня поправит, что когда верстка именно завязана на кучу Z-индексов и у них там все высчитано и так далее, это, в принципе, не очень семантическая и правильная верстка, но и тем не менее, когда человек чем-то пользуется, каким-то именно инструментом и делает это правильно, это всегда вызывает какое-то уважение, поэтому... Ну, тем более, что это же... Чуваки каскадность и чуваки. Это же не совсем хак, это же просто реально есть в CSS, то есть такое использовать может быть все-таки не до конца семантически, но не совсем зашкварно, я бы сказал. Ну, согласен. Просто, ну, когда ты используешь Z-индексы, ты делаешь либо position relative, либо position absolute, и, соответственно, у тебя что-то перекрывает другое, ну, не так часто приходится верстать какие-то лояуты, в которых там что-то накидано там перекрывает друг друга, при этом находясь на пятисотом уровне дочерности от этого родительского... Ну, то есть, это сложно представить реальный пример, когда так надо сделать, но тем не менее, ну, вот да, бывает и такое. Да, да. Интересно. А следующая темка, кстати, еще интереснее. Я ее сейчас пытаюсь открыть. Ее пытаюсь открыть, потому что ее друг меня открывает. Да, да, ее только с VPN, который друг установил, можно нормально открыть. Сейчас я тоже перезагружу, чтобы у меня именно картинки подгрузились, потому что у меня там картинка почему-то не подгружалась. Давай, давай, интересно. И расскажи вообще историю статьи, или не будем? Будем, будем, почему бы и нет. Просто я вижу же, что картинки-то с ссылками прикреплены, и картинки-то ссылаются на ненавистные. А-а-а, то есть мы чуть-чуть трафика-то все равно делаем. Даже не трафика, а, как сказать-то. Ну и трафика тоже. В общем, на их веб-сервера есть нагрузки небольшие. Нам предложили в нашем патроновском чате, кстати, чуваки, для вас суперобъявление, оно у нас будет после этой темки, но я вам сникпикаю и дикпикаю, естественно, то, что теперь все патроны допускаются в патроновский чатик в телеге. Вот. Я просто, мы посчитаем, там так много, там миллиарды людей, если честно. И мы решили, что еще пятьюдесятью людьми дополнительными, если мы его наводним, то уже ничего в общем не изменится. Поэтому мы думаем, почему бы и нет. Все патроны приглашаются в патроновский чат, об этом будет и объявление на Патреоне дополнительное. Причем, мне теперь интересно. Мне кажется, это объявление будет в сто раз быстрее, чем этот подкаст. Вот, да, да, да. И мне тоже кажется, что мы объявление это можем и сейчас уже выпустить, так сказать. Просто в любом случае, если вы вдруг нигде не увидели, но послушали подкаст, то оп, вот, идите на Патреон и там будет ссылка. Вот, да. И там нам предложили эту темку, а она была на Medium, а мы его бойкотируем. Я даже не должен был его называть сейчас по нашему контракту, но я забыл об этом, меня уволят теперь. Но я как-то... Из панков. Вот, да. И, короче говоря, но чуваки очень хотели, чтобы мы обсудили эту статью. Видимо, я не знаю, кстати, почему. Видимо, они стереотипно думают, что это прямо вот про нас и нам это будет актуально. Кстати, ну, посмотрим, попробуем сказать, что именно... Мы будем честно говорить, что для нас актуально, а что нет. Так вот. И, короче говоря, мы говорим, ну, чуваки, статья с Medium, мы ничего не можем поделать, нас просто канцелярия не пропускает, и все, бана автоматически происходит. Они говорят, слушайте, ради этого готовы запостить на Telegraph. Вот. Телеграф это от Telegram такая площадка для того, чтобы длинные посты выкладывать. Причем даже практически очень легко. Берешь и выкладываешь. Ничего такого. Ctrl-C, Ctrl-L. Ну, я не знаю, насколько старались неназванные. Здесь чувак с ником Йоба старался. Ну, здесь как бы вот... Я вижу Йоба. Вот и думайте, кто это. Он, короче говоря, я не знаю, насколько он старался, возможно, он день рабочий целый на это потратил. Один Story Point на то, чтобы эту статью перевести на Telegraph. В общем, он это сделал. Статья действительно прикольная, и вот она здесь попала к вам, уважаемые зрители и слушатели. Йоба-боба. В принципе, вот да, вы по контенту самой статьи поймете, что она, скорее всего, с Medium. То есть, ну, она прям такое нарочито такое воодушевляющее, прям такое, что хочется мир сразу изменить, но завтра, с понедельника, естественно, и с Нового года. Ну, ладно. Вот. То есть, что такое? Заголовок. Как отобрать свою свою mind? Всё уже. Короче говоря, свой мозг от телефона. Вот. Чувак, который автор, кстати, здесь не указано оригинальное авторство, хотя нет, в конце указано, Тристан Харрис, продукт-философер от Google, короче говоря. Вот. Он работал три года продукт-философером в Гугле. Вот. Видимо, он анализировал, как, в принципе, делать продукты, куда они должны двигаться, там, что, кого и так далее. То есть, что-то вот, что-то вот такое в его работу входило. И, короче говоря, он, видишь, говорит, я изучал, какие технологии влияют на человеческое внимание, самочувствие и поведение. И, говорит, в общем, в принципе, есть такое сейчас социальное движение, общественное движение, называется Time Well Spent. Время, проведенное с пользой. Вот. И, короче говоря, он там вник посмотрел, такой думает, вау. И людям нравится эта концепция, и они часто меня спрашивают. Видимо, он в него, так скажем, вступил, как в говно. И они понимают, что чувак из Гугла, и ему задают резонный вопрос. Типа, чувак, а что вообще мне сделать, мне сделать, чтобы я более осознанно как-то и обдуманно относился к телефону? Чтобы у меня были отношения с телефоном более здоровые, чем они сейчас. Вот. И чувак говорит, я думал этот вопрос, потому что, ну, как бы, это наболевшее, я думаю, большинство людей. И вот, говорит, мои рекомендации для iPhone users. Это очень смешно, что он выделил именно айфоновских пользователей. Я могу, сказать, почему. Он дальше просто приводит реально, типа, зайдите в настроечки вот на такой-то там пункт и снимите там такую-то галочку. Вот в таком духе. Вот. Ну, я так понимаю, что на андроидных телефонах можно сделать подобное же. И Neuron Somnius, разумеется, напишет, что можно сделать в 10 раз больше. Там можно просто взять и закирпичить с его доступом телефон. Там просто можно выкинуть телефон в помойку и все будет нормально. Вот да. Не надо даже будет зависеть. Ну, короче говоря, the tips. Советки от автора. Tips and tricks. Вот да, стопудово. Нужно уменьшить количество постоянных проверок телефона и постоянных вибраций. Второе, нужно уменьшить страх пропустить что-то важное. Третье, нужно уменьшить неосознанное использование. Четвертое, уменьшить... Блин, я пытаюсь как-то перевести на русский нормально. А ликий? Ликий дырявый, протекающий. Ну, уменьшить количество дырявых взаимодействий это, в принципе, больше контроль. Почему? Ну, короче говоря, уменьшить количество... А что это значит? Это означает, что ты зашел в одно говно и тебя увлекло и ты через час очнулся уже в канаве, потому что ты зашел проверить почту, перешел по ссылке в почте. То есть, дырявость в том, что в почте есть дырка и ты в нее утек и протек уже в YouTube, а в YouTube ссылка в описании и ты ушел в Amazon, заказал там пять упаковок памперсов и я не знаю, что-то подобное, короче говоря. И пятое, уменьшить количество психологических каких-то возбуждений от экрана. То есть, ну, видимо, медицинское, так скажем уже. Хотя они, мне кажется, все плюс-минус медицинские, но неважно. И это, обращаю ваше внимание, видимо, он не хочет задеть чувства людей, которые не признают, что они живут в своих смартфонах. Он говорит, чуваки, чуваки, это не для casual users, это только для тех, кто live by their smartphone. То есть, это не для вас, это вот для каких-то там больных. А вы нормально, вы дальше проверяете каждые пять минут уведомления. Ну, так вот. Ну, и пошло, он расшифровывает, собственно, как следовать этим советам. Первое, нужно сделать ваш хоумскрин только из толка, из необходимых прилов. он говорит, мы, типа, проверяем наш телефон 150 раз в день, здесь, естественно, ссылка на исследование, что это там, блин, время, ну, примерно, так скажем, усредненное говно, причем там статья 2013 года. Если бы они подбили современную статистику, там было бы 15 тысяч раз в день. Но не важно. И мы, говорит, когда разблокируем телефон, у нас целый грид приложений огромный. И мы сразу же видим кучу красных вот этих вот пуш-уведомлений, которые показывают, что ааа, у тебя тут 15 непрочитанных, тут 100 непрочитанных, тут 40. И у нас сразу триггерится целый набор мыслей, филлингсов, чувств каких-то. и, ну, у нас будоражится, короче, майнд. И это вот. И на самом деле наша цель это быть защищенным от этого, устоять от телефона и, ну, как бы задать себе вопрос, а как мне сделать хоумскрин реальным местом, в котором можно жить вообще, а не в который можно прийти, обосраться от количества уведомлений и уйти в депрессию. Вот. Ну, давайте начнем. Первое, а что вообще, какие приложения это реальные инструменты, в которые ты заходишь, чтобы сделать какую-то вещь. the apps that you drive, but they don't drive you. Понял, да? Приложения, в которых вы водитель, а не приложения, которые управляют вами. Не я имею машину, а машина имеет меня, я понял. Вот, вот да. Ну, он здесь приводит хорошие примеры, такие как камера, заметки, календарь, карты, Uber. Это реально утилитарные приложения, которые ты открываешь, и редко, когда ты в Uber увидишь ссылку на YouTube-видео, в котором дальше увидишь ссылку в описании. То есть, здесь нету почти дырявых взаимодействий. Блин, так у меня нет таких вообще приложений. Я могу тогда вообще не использовать телефон. Я телефон использую только, чтобы фаниться. А камеру ты используешь? Ты особо не... Ну, Ну, я вообще тогда не буду вообще телефон брать в руки. Ну, то есть, сколько я использую камеру, это просто досвидос. Ну, смотри, здесь уже успокаивает. Ну, подожди, подожди. Тут только хоумскрин таким сделать. Здесь же не говорят забить все приложения. А здесь именно... я понял. Слушай, это хороший вообще совет. Мне кажется, даже не то, что хоумскрин сделать. У меня просто как сделано. У меня все по быдляке. У меня вот как продали мне телефон, так я ими пользуюсь. У меня на первом хоумскрине, на первом скрине, который я разблокирую, приложение, которое я ни разу не открыл никогда, я на них смотрю каждый раз, когда разблокирую. И то есть у меня идет такое действие. Я разблокирую, свайпаю сразу вправо и на следующем экране только у меня те приложения, которые я запускаю постоянно. Подожди, ты хочешь сказать, что при разблокировке всегда первый экран показывается? Нет. У меня показывается тот, на котором я был до этого. То есть я могу до первого просто не возвращаться. У меня просто первый экран тоже достаточно плюс-минус девственный. Хотя это и не так. Там есть несколько папок и приложения от банков. Но неважно. если я с третьего заблокировал телефон, то у меня потом он на третий возвращается. Ну ладно, даже так, даже допустим так. Хорошо, ладно. Я вот сейчас, да, я, да, согласен, согласен. Ну неважно. Окей. Оставить на хоум-скрине именно вот большими иконочками вот только тулзы. Остальное спрятать в папке, короче говоря. Это я тебе забегаю вперед. Вот. Потом надо, говорит, выявить слот машинзы. То есть приложение, которое как однорукий бандит. Ты заходишь, дергаешь, тебя это засасывает и тебе хочется дергать больше и больше. Ну согласен. Такие, например, как email messages, facebook stories, social media notifications и так далее. То есть всякие реддиты и прочая хреновина с бесконечным скроллингом, где ты скролишь, смотришь, 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 или твиттер. Вот. Это все надо выявить как bottomless balls, бездонные миски. Вау. Ладно. Просто пока я понимаю, но пока непонятно, когда тогда в них заходить вообще. Ну, там, понимаешь, вот судя, ну, вот по статье вообще не надо заходить. Точнее как, надо выделить время, что в 7.00 я захожу и проверяю твиттер. Типа, вот ничего не случится, если ты просрешь, что тебе писали в 4.00 и ответишь в 7.00. Ну, опять же, это забегай вперед, дальше об этом будет. Вот. Третье, нужно дальше понять, а какие вещи, которые, так, сейчас, подожди. а, вещи, на которые ты реально хочешь потратить время. Например, послушать какие-то конкретные подкасты или, например, ну, то есть, оплатить какие-то вещи, билеты, я не знаю, что-то подобное. Ну, тут здесь указан оплатить уроки йоги. Ну, билеты, по мне. Вот. Но, кстати, говорит, например, приложение для медитации не подходит, потому что они, опять же, там, начинают мне уведомления всякие предлагать, там, и так далее. Они не работают на нас, мы работаем на них. Вот. И говорит, нам нужно создать хоумскрин, состоящий только из тулзов и из приложений, которые, вот, которые мы реально хотим использовать. Ну, типа, почитать книгу, там, поиграть в какую-то игру, в которую, ну, ты просто планируешь, что ты играешь в нее, там, 20 минут в день, просто в толчке, там, или как-то так. Вот. А все остальное, говорит, надо убрать, во-первых, с первой страницы, а во-вторых, в папке. Второй совет. Использовать фильтр осознанности в айфоне, как он его называет, и он говорит, писать. Он говорит, просто заставляйте себя все приложения вызывать не кликом по иконке, а заходить в спотлайт, в поиск, и именно писать название, типа, фейсбук. Он предлагает нам в предложениях, и отсюда ты жмешь. Такое поведение нам помогает не нажимать бездумно. Ну, согласись, просто тапнуть на фейсбук или там и на инстаграм, это более-менее осознанное, чем открыть спотлайт, написать фейсбук или там фейс и тапнуть на фейсбук. Такое уже не сделаешь по ходе случайно, как бы, и так далее. Я считаю, что когда так сделаешь пятьсот раз, у тебя настолько это будет на автомате, что потом будешь то же самое, что на иконку нажимать. Может быть, может быть. Я, видишь, не пробовал, но по чуваку, во-первых, ты привыкнешь всегда так делать, и по нему, опять же, ну, привыкнешь не в плохом смысле, что перестанешь осознавать, хотя, опять же, ну, вот он так считает, а привыкнешь в том смысле, что в любом случае это больший барьер, чем тапнуть. Это согласен. Даже в самом пределе это все равно будет больший барьер. Тебе, ну, даже по миллисекундам напечатать там фейс или фа нужно будет больше, чем просто тапнуть. Поэтому, как бы, да. Вот. Третье, Plugged Licks. Заткните дыры, а именно, вот, например, иногда, можно говорить, с логскрина уже запустить некоторые приложения типа будильника, калькулятора и камеры. То есть, можно не разблокировать телефон, поднять Control Center и оттуда запустить фонарик, например, или, ну, фонарик, понятно, но так только там. Оттуда запустить камеру или калькулятор. Во-первых, говорит, экономим время, не разблокируя телефон. Во-вторых, когда мы закончим с калькулятором, после этого, нас вернет не на хоумскрин, а нас вернет на логскрин. Типа, ну, на заблокированный экран. И, соответственно, мы не сможем дальше там провалиться в какое-то еще приложение и так далее. Короче говоря, то есть, пользоваться вот такими штуковинками еще. Ну, тут, конечно, сложно, потому что... Часто тебе нужен калькулятор и фотик. Ну, это да, я согласен. Ну, смотри, здесь, во-первых, фотик достаточно часто. Я его активирую, именно сдвигаю вправо с логскрина. Даже не контрол центра вытаскиваю, а именно вправо двигаю и все. Во-вторых, калькулятор тоже достаточно часто. То есть, ну, реально, без шуток часто. Но здесь приводится другой пример. Здесь приводится пример, что ты хочешь завести будильник вечером перед сном. Заводишь будильник, а потом он, ты его сворачиваешь. А, у меня тут, кстати, непрочитанное. И хоп, и ты уже час в телефоне сидишь. То есть, здесь, ну, типа, реально статья вот для таких чуваков, которые... Ну да, я будильник ставлю снизу, свайпаю, да. Вот, видишь, то есть, тут вот, ну, он конкретные вот прям микропримеры показывает, из которых вот вся общая картина складывается. Кстати, iOS далеко. Значит, статья реально не нова, так скажем. Вот. Но, кстати, это и не важно. Ну, не нова, не нова, какая разница? Принципы-то похожие. В лучшую сторону ситуация точно не изменилась, так скажем, в среднем по больнице, по мужикам, поэтому да. Вот. Следующий совет это two pages of apps and hide the candy wrappers. То есть, ну, во-первых, все остальное убрать на вторую страницу в папке, тем более в папках сейчас дохрена место, но обрати внимание, он говорит дальше, что, типа, чуваки, самое вот тяжелое, это когда ты свайпаешь между экранами, все яркое, все вкусное, хочется лизнуть по Стивычу, желтые, красные такие иконки, а, м, а, о, а, м. Вот. И он говорит, что иногда даже, говорит, ловишь себя на мысль, что разблокируешь телефон, свайпаешь по страницам туда-сюда, а потом блокируешь телефон и все. Ты просто прям посмотрел на вот эти красочные все иконки, тебе классно. Это, говорит, вообще, это верхняя осознанность и это полное, типа, говно. Потому что в какой-то момент ты посвайпаешь, посвапаешь, да и нажмешь на что-то. Вот. Он дальше рассказывает пример реально с гугловской кухни. У гугла, говорит, есть, в принципе, кухня общественная, которая вот печеньки, где бесплатные. Вот. И там на ней есть ММДемс. И когда, говорит, просто все лежало в шкафах, в упаковках заводских, все жрали просто катастрофическое количество ММДемса. И дело даже не в том, что они деньги экономили, хотя мы-то знаем. Но дело просто в том, что они беспокоились за здоровье своих сотрудников, потому что это unhealthy snacks. Вот. И они, смотри, говорит, что сделали. Они взяли и ММДемсы убрали в фарфоровые эти, непрозрачные банки и просто подписали комиксанцам арахисовые ММДемсы и шоколадные ММДемсы. Еще написали на них сколько там калорий, жиров, говна и так далее. А всякие полезные хрень, типа там морковные дольки, они положили в прозрачную хрень. И сразу сократилось в три раза потребление ММДемсы, все начали жрать фрукты. Потому что их ММДемсы не видно, ты не сразу не облизываешься на красочной упаковке. Ну и тут как бы именно смешно, что и выбрасывали все миллиарды, которые ММДемс нестратило на рекламу в мусорку. В смысле, что упаковку выбрасывали в мусорку, просто ссыпали ММДемсинки именно в большие вот такие банки. Ну здесь есть картинка этих банок, реально просто белые такие банки с огромной крышкой и комиксанцными надписями. Ну там естественно логотип Гугла и небольшие картиночки ММДемса. То есть они не окончательно там как бы... Они еще здесь сделали, что Гугл тоже тех же цветов, что ММДемс подлезались, так сказать. Но неважно. Короче говоря, то же самое и с приложениями. Чем более красочные иконки у приложения, тем больше хочется их нажать. И он говорит, вы, чуваки, делайте так. Вы когда в папке складываете приложение, вы на первой странице внутри папки убираете все цветные иконочки на вторую страницу. Ты же знаешь, да, внутри папки тоже есть страницы. Ну и он все красненькие и хочет убирать во вторую страницу папки. Да-да-да-да, чтобы именно на первых страницах все блеклое говно было вообще. Чтоб тебе прям не хотелось на них нажимать максимально. Ну, я просто вижу, что у него, блядь, бэкграунд. Я помню, у тебя такой был. Да, мне тоже такой был. Бэкграунд черно-серый этот с точечками. Это вообще максимально, чтобы вообще блеклое все было. Ну, чтобы ты брал телефон и блевал прям на него сразу. Чтоб самое ценное, что ты видел на телефоне, это блеводие, на который ты только что на него выблевал. Потому что ныряет. Уже прям тяжело это будет как бы жить, но, блин, зато работает наверняка. Ну, и пятое, это вишенка на торте, это отключить уведомления, которые именно механические уведомления. Не когда люди, говорят, хотят до вас добраться, а когда бизнес хочет до вас добраться. Ну, и здесь классические эти уведомления, типа, такой-то чувак принял ваш фоллоу-реквест. Да насрать, ты уже как бы, ну, начал его фоловить, окей. Или там кто-то залайкал ваше фото. Тоже насрать, но залайкали и залайкали. А если ты Собчак, и у тебя миллиард лайков в день, наверняка она отключила такие уведомления. Наверняка в Инстаграме есть внутри самого Инстаграма гибкая настройка уведомлений, чтобы, типа, присылать мне уведомления, только когда мне в Директ пишут. Опять же, сколько в Собчак пишут в Директ? Ну, то есть, я не знаю, насколько вообще она хотя я понимаю, почему я Собчак вспомнил сегодня скидывал с канала, где они там с Бородиной срались, так сказать. Вот. Но неважно. И, короче говоря, надо, говорит, оставить только те уведомления в нотификациях, в которые... уведомления в нотификациях? Что я сейчас сказал? Вот только те уведомления, в которых реальные люди вам или пишут, или что-то звонят, или какие-то вот подобные. А все, типа, бизнесовые штуки, типа, хей-хей, зайди, начни свой день с нашим приложением, или там, о, у тебя накопилась энергия, зайди, поиграй в Angry Birds, вот-вот без этого всего говна, потому что это тебя просто в раба телефона превращает, и да. Вот. Ну и здесь всякие шутки, типа, а как же имейлы? И пишут, ну-ка нахрен, выключите, потому что у вас всегда будет новая почта. Почта — это такая хрень, которая приходит 10 миллиардов раз в день, вот. И у чувака именно здесь, ну, рисуночек, как будто у него часы, и на часах написано «you always have email». Типа, можешь даже не смотреть на время, насрать, всегда есть почта, как бы. Вот. И надо просто, ну, знать, что есть время для social media, там, и так далее. Он говорит, а что, если я пропущу какой-нибудь ивент? Ну, и тут он пишет классическую, типа, чувак, а как раньше жили вообще люди без телефонов? Насрать. Ну, пропустил, значит, насрать. Если тебе никто в коридоре не сказал, типа, иди там, пиццу выдают, я не знаю, или там, не написал напрямую. Потому что ивент, это же, ну, в смысле, типа, вам, ну, вот у меня сейчас на работе в корпоративный Outlook валятся именно уведомления, типа, вам в календарь добавили там дейлик там по такому-то говну там в 5 вечера. Вот. Например, вчера так было. И я просто, ну, у меня вылетело из башки просто, и мне в 5.02 пишут, типа, а, Саня, ты что, где, тебя ждем? Ты все равно это не пропустишь никак, насрать на это говно. А уведомления именно, ну, по почте, ну, по сообщениям ты не отключаешь. Понятно, что всегда быть тем самым чуваком, которого заново дополнительно зовут, это тупо. Но неважно, в следующие 2-3 раза так обосрешься, будешь просто на память запоминать, и все. Или именно там, ну, не знаю, будешь календарь проверять. Ну, опять же, раз у нас календарь здесь входит в список именно Tools, ну, в самом первом пункте. Ну, короче, это ты как-то подстроишься с этим всем, но если ты пропустишь о том, что у тебя там украли статус мэра в Foursquare там у какой-нибудь точки, берлога кисоньки, то как бы ничего, в общем, страшного не произойдет. Я не знаю, сейчас есть мэрство вообще в Foursquare, в Swarmy, во всех этих штуках. Я не знаю, есть сейчас берлога кисоньки или нет? В такие моменты хочется поставить Foursquare просто ради того, чтобы посмотреть места рядом и посмотреть, есть ли там вот эти все еще места типа берлоги кисоньки. Я этим займусь параллельно. Сейчас просто подведу здесь... Ты имеешь в виду менее зависимым станешь от телефона? Конечно, конечно. Вот. Шестое — это вибрации. Здесь он рассказывает о том, что в iPhone есть такая фича, как сделать кастомную вибрацию, и ее можно сделать именно для месседжей, например. Чтобы у тебя и месседжи по-особому вибрировали, чтобы у тебя был рефлекс, что если у тебя телефон вибрирует типа там то это пришло уведомление. Какое-то важно посмотреть. А все остальные вибрации на них можно типа не обращать внимания. Ну, я могу про себя сказать еще, что в инвалидном доступе, в универсальном доступе есть функция просто отключить вообще всю нахрен вибрацию. В принципе, наверное, тоже помогает, кто борется с неврастенией от телефонных уведомлений. Можно просто ее отключить. У меня, напоминаю, на телефоне не работает вибрация. Я помню, да. Идеально. Чуваки, ничего не пропустил. Базарев. Ну вот, да. Ну и седьмое, здесь последнее. Если, говорит, вы тот человек, который утром отключает будильник на телефоне, сразу за него хватается, чтобы там все почитать, купите себе просто отдельный будильник за 10 баксов. А телефон вообще заряжайте, не в спальне, как бы, чтобы до него добраться потом когда-нибудь никогда. А будильник отключайте на обычных часах механически. Или, как я рассказывал, я же в подкасте, да, это рассказывал. И что я бабушке купил будильник с радио. С радио. Возможно, ты это в прешоу рассказывал, но не суть. Кажется, в подкасте, потому что мы прям смотрели с оранжевого магазина ссылки. А, да, да, да. Кажется, что это было в подкасте. Ну вот. В общем, вот такие делишки. И какой же конкурс здесь? Нужно начать просто жить жизнью. Прекратить говно, тратить время на говно. И вообще. Ну вот здесь дальше пиарит именно вот эту свою общественную организацию. Он дальше пиарит своё приложение, которое будет присылать пуши. Вот, да, да, да. Ну, короче, Time Well Spent. Можно там к нему подключиться. Насрать. В конце уведомления... Не уведомляй. Всё уже. Жать не уведомляй. В конце приходят уведомления после... Спешл фо УВД он телеграф. Специально для... Ёба-боба. Спасибо, да. Спасибо. Расскажи, что думаешь. Я хочу в развернутый прямо от тебя ответ. Ой, у меня много чего сказать. Блин, дерьмо. Мне на самом деле хочется послушать, что ты скажешь. Поэтому я предлагаю сейчас просто сделать... Не паузу даже. Короче, я встану, зарядку в букву откну. А ты пока ничего не говори, я потом вырежу просто. И всё. Давай. Я не знаю, как вспомнить это вырезать. Ну не вспомни. Я пока почитаю уведомления. Встану и в рубашке, и всё. Давай. Давай, почитай пока. Субтитры сделал DimaTorzok Что там, ёба-боба написал или нет? Да что-то не пишет. Короче, что у меня есть сказать по этой теме. Тема про то, как достают телефон. На самом деле проблема есть, то есть если мы уже говорим про тема актуальна или нет. Проблема есть. Чувствую на себе, по крайней мере. Так что я думаю, у других людей возможно ещё больше проблем, потому что я на самом деле не сильно телефонозависимый. Как показала практика, когда мы сравнивали время экранное между тобой и мной, например, то у меня там были какие-то гроши типа двух часов в день, а у тебя были какие-то там сильно большие цифры. Это не значит, что ты не с целью проводишь бесцельно, там у тебя дырявый телефон. Вот, может быть, как раз у меня два часа бесцельно, а ты все пять часов в камере фоткаешь природу. Смотри, у меня, видишь, у меня там телега, но у меня в телеге работа, поэтому вычленить просто не нужно. Да, то есть, да, короче, это всё такое, но тем не менее, я уверен, что у людей и побольше часов, чем у нас с тобой вместе взятых в два раза умноженных. Сто пугово. Поэтому, да, по поводу того, что бесит. Короче, чуваки, блин, самое главное, что меня бесило больше всего и от чего я отказался, и у меня сейчас от этого, я, мне кажется, здоровее стал просто, тупо здоровее. Я отключил звуки у рабочего чата. Я всегда вообще, мне нравится быть в теме работы и нравится быть в теме, что пишут в других чатах. То есть, у меня в Slack'е работа и все уведомления из разных чатов. И как было, то есть, Slack пушил уведомления, любое, даже не ко мне относящееся уведомление приходило со звуком любимым, Slack'овским, вкусным. И это, короче, каждый раз почитать, а чё же там написали, а чё там же интересно, да, с видос. В итоге я отключил просто звук, у Slack'а просто звук вообще отключил. У Slack'а нет звука, всё. Приходят уведомления по-тихому. И это такое, это топ-10 вообще отключений звуков в мире. Потому что то, что там приходят уведомления, я и так, на самом деле, если я на работе, то я и так на работе, я и так прочитаю, и мне и так уведомление придёт, если я за компьютером. Вот. А если нет, то я когда-нибудь потом прочитаю, если там действительно меня касалось, ну, чуваки подождут 15-20 минут, некоторых людей приходится ждать на работе большее количество времени, чем меня. Я всегда вообще онлайн, и по сравнению с другими чуваками. Поэтому, короче, даже если вы сделаете уведомление без звука, вы не пропустите работу. И только если у вас работа не связана с тем, что вам надо рубильник врубить, там, или на красную кнопку нажать, ну, на какую-то очень важную, экстренную. Если, то есть, реально, если вы, вот, там, ракеты запускаете, тогда, да, наверное, звук стоит оставить и вибрацию, может быть, даже ещё оставить. Вибрационный рисунок поставить. Так, нахрен, этот звук вообще не нужен. Чуваки, просто отключите звук у уведомлений. Желательно у всех. Особенно, меня раньше ещё бесило, мне всякие наглые приложения, типа доминоспицы, звуками пушили, я, короче, это всё вырубил. И это вообще суперсекс. Именно настолько кайфово, просто досвидос. У меня сейчас со звуком приходит, вот, реально, почта, и я, наверное, отключу у почты звук, потому что почта тоже бесит звуками. У меня, на самом деле, по-хорошему бы настроить, но я вот думаю. То есть, у меня, короче, Jira, она ещё и уведомления в почте присылает. То есть, не только у меня само приложение Jira есть на телефоне, которая тоже пуши присылает, но ещё и почта, короче, типа, тот чувак внёс изменения. И, получается, у меня есть ещё дополнительная от работы, от рабочего этого звук, вот, звук почты. Его бы тоже вырубить. И вообще, вот такая благодать будет, досвидос. И самое главное, я ничего из этого не пропущу. У меня не бывает такого, что я затупил. То есть, если я уж совсем недоступен, то я и так недоступен. Я уже не отвечу там и никак не смогу взять. А если, короче, я доступен, я и так отвечу спокойно, и меня вообще ничего не будет бесить. Самое главное, не будет вот так телефон лежать передо мной и прям мне в сердце и в мозг звуками вот этими работы хреначить. Хотя я и так это всё вижу и, короче... Или там, я пошёл посрать о звуке в комнате и ты такой, твою мать, что там написали? Ааа! Вот. Вот это лучшее решение. Best of the best решение. За последнее время отключить звуки у слака рабочего. Что ещё? Вибрация, я сказал, у меня не работает на телефоне вообще. Я ещё любитель, короче, если очень большая переписка идёт, я любитель убавить звук на минимум телефона, чтобы звук, вот этот громкий звук, вот этот на айфоне, он просто тебя тоже по нервам не бил и, короче, он будет там тихо что-то приходить или вообще иногда не приходить, короче, и вообще классно, супер. Очень охрененный совет у чувака, последний пункт, я считаю, его надо было на первый вынести. Уверен, у всех есть проблема проверки телефона после того, как проснулся. Все сразу хотят узнать, что там было, что написали и так далее. Блин, в натуре поставить механически какой-нибудь будильник себе, а телефон заряжать очень далеко на столе, беззвучно, без говна, без ложки, чтобы реально будильник вас разбудил, а вы телефон взяли уже после того, как умылись, может быть, даже позавтракали, еще что-нибудь сделали, короче, это вообще супер, супер совет. Да, что еще я делаю? Я на ночь обязательно, ну, как бы, можно по-разному это делать, кто-то спокойный режим делает, кто-то как. Я делаю выключение интернета, вай-фая и интернета на мобильного интернета. То есть, единственное, что мне можно, это позвонить. Экстренное какое-то супер звонение, понятно, что никто мне не будет звонить ночью, вот, и поэтому это круть. То есть, мне никто не пьет, я вообще не знаю, что происходит в интернете, но если что, мне можно позвонить, это идеально. Потому что на спокойном, в принципе, в целом, на спокойном можно сделать доверительные, доверительные там, звонки, на самом деле, можно спокойно настроить нормально. И, по-моему, в спокойном, наверняка, режиме на айфоне можно сделать так, чтобы звонки проходили все. Просто я это вообще этим не задумывался, я просто отключаю интернета. На самом деле, надо задуматься. Короче, по этому поводу, чтобы в спокойном режиме просто все могли дозвониться, но никто не мог дописаться. Это, по-моему, тоже идеальная тема. Короче, да и, на самом деле, иногда и звонки тоже можно ограничить только избранными, например. Тоже хорошая идея. Вот. Че еще? Че еще? Че еще я делаю? Ну вот, по крайней мере, проверка телефона с утра меняет вообще сильно. Я реально проверяю с телефона с утра, я вот так вот лежу в кроватке, и у меня реально сколько-то времени уходит на то, чтобы все дырявые соцсети проверить. Ну вот, короче, развернутый ответ. Слушай, я буду по твоим пунктам проходиться еще чуть-чуть. Например, что касается рабочей почты и джира, я сделал папки, тихие папки в Outlook, джира и битбакет. Как говорит один мой коллега, бигбакет. Вот в бигбакет у меня папка и джира папка, вот, и все, и туда все валится и насрать. А именно реальные почты, ой, реальные письма, которые, типа, коллеги сбросили зарплату, коллеги, вот ваши выписные листки, коллеги, завтра будут стенды отключены, ну, реально какие-то важные вещи, а зарплата это важные вещи. Они у меня все не замьюченные, но это происходит даже не каждый день по одному письму, это происходит плюс-минус никогда. А все ящики, которые у меня личные ящики, в мейл почту добавлены, типа, восьми штук, они все замьючены наглухо, даже не показываются, не то, что они звенят, даже не показываются, пока оно только обновляет красный значочек на мейл-привожении, вот, я когда туда зайду, тогда и зайду, вот, все телеги, все чаты рабочие в телеге, естественно, замьючены, все в скайпе, все, естественно, тоже замьючено, только, когда меня тегают напрямую, тогда мне приходит, все остальное нахрен замьючено, никто меня не протеряет, просто меня всегда тегают, если реально что-то важное, видимо, зная, что я на это сразу откликаюсь, а на это я сразу откликаюсь, так что тут как бы да, но я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь, что я люблю тоже быть в теме всего, вот, но оно замью, когда оно замьючено, каунтеры-то ведь не пропадают, поэтому я вижу, что что-то написано, просто меня это не дергает каждую секунду, и меня это не откликает от написания какого-то кода, а я как код написал, запушил, merge request кинул, я иду и проверяю все, что произошло за час, за полтора, и ни хрена не произойдет, если я это проверю именно через полтора, потому что реально, ты прав, есть люди, которые тебе завтра отвечают просто, а ты тут сидишь и в реал тайме вот это все мониторишь, это в общем прикольно, ты типа можешь даже там вовремя успевать что-то отвечать, типа, ну там, значит спросили Петю, а ты за Петю ответил, и все такие подумают, ни хрена там, Саша-то в курсе, а на самом деле Саша-то дебил, а когда он работает вообще, он только отвечает, как будто бы и все, вот, поэтому я как-то с этим, ну, я этим не занимаюсь, проверка телефона утром это вообще беда, вот, я конкретно это вообще в ванной делаю, и пока я его проверяю, у меня еще вода меня теплая омывает, и ты знаешь, сколько воды я нажигаю, понимаешь, это, то есть, ну, это как минимум неэкономично, я попробую, ну, у тебя медитация, да, а я попробую, пожалуй, ну, действительно, помыться и позавтракать сразу, просто давай так, по наркоманам, а какая разница, когда я ее проверю, может, ну, смотри, ну, через час после завтра, я тебе скажу, я тебе скажу, что изменится в моей жизни, я тебе скажу, короче, есть такое мнение, и вообще, я тебе скажу, что оно, возможно, работает, я где-то это видел, читал опять же, или может быть, мы даже в подкасте это рассматривали, хотя вряд ли, первый час твоего существования суперпродуктивный, суперпродуктивный, даже не вот этим тупым словом продуктивность, да, а именно первый час твоей жизни, когда ты встал, ты просто, ты твою мать, можешь гору подвинуть в эту секунду, и если у тебя есть какие-то эти, короче, ты можешь так разогнаться, что у тебя на, ну, вот этом разгоне хорошо день пройдет, классно, но если ты, короче, забуксуешь, как бы, вот эту продуктивность собьешь, у тебя гора уже будет меньше сдвигаться, и я вот это прям чувствую, то есть, реально, если не полежать с телефончиком, а прям встать, заставиться, пойти, то, сё, да ты, ты именно реально себя чувствуешь, как такой, блин, короче, этот боец, а если ты, короче, залип, если ты залип, вот этот час упустил, первый свой, вот, супер такой классный час, который прям в натуре мощный, потому что у тебя, понятно, что все, кто по-разному разлипают, но у меня вот много энергии, именно с утра, то есть, у меня прям, может быть, там кто-то там жавра нахренавра, хотя я меньше в это верю, потому что можно себя по-разному приучить вставать, и по-разному просыпаться, короче, но, тем не менее, с утра много, тем более тестостерон, мужики, с утра прет все, а ты такой садишься, и телефон проверяешь, или лежишь, как я, короче, и, и, возможно, все это уходит туда, засасывает, короче, и, в общем, это тоже надо попробовать, на самом деле. Ну, слушай, вот завтра и попробую, в понедельник, правда, еще и со следующего года, но, тем не менее, завтра попробую, вот. Да нет, завтра я не буду пробовать, у меня потом в четверга отпуск до понедельника, а вот со вторника попробую, короче. Ну, вот да, короче говоря, мне просто, потому что мне плохо по утрам, то есть, я давно уже не просыпался, именно свежим, я почти, даже если я сплю 8 часов, 9, 10, или 6, я просыпаюсь, плюс-минус одинаково разбитым. Я тебя понимаю, Я не знаю, что с этим делать, может быть, это из-за вот этого часа, который я просираю. ты как раз, да, может быть, ты как раз потратишь этот час, даже по хрену на что, на просто на лежание в диване, так скажем, у тебя восстановится это дерьмо, и ты дальше пойдешь, короче, делать вещи, то есть, мало ли, как это работает. Ну, вот посмотрим, вот и проверим, потому что я еще помню, когда я просыпался, и в принципе, реально был свеж, бодр и прикольно было. Вот, я не знаю. Потому что я тоже бодром не просыпаюсь, и причем, из-за того, что я еще лежу дополнительно с телефоном, мне это вообще бодрости не добавляет, вообще не добавляет. Слушай, ну мы должны начать, завтра, хотя бы с недели. Оказалось, что, оказалось, что у нас тут не подкаст, а круг алкоголиков, анонимных, короче, ну вот да, короче говоря, посмотрим, посмотрим, а что еще я делаю, я просто, понимаешь, я вот Саньке-то сегодня скидывал, сказал, на меня не работает, на меня реально не работает, вот я открываю, вижу красные вот эти бэджи, насрать вообще, я ни в одном приложении, кроме телеги, на телефоне вообще не провожу, ну там, может быть, в реддите еще, но в реддите тоже, реально там, 10 минут в день, вот не больше, в ВК я не захожу, никогда не проверяю, Инстаграм тоже, ну то есть, я не знаю, я, мне это все, мало очень чуждо, я читаю всю почту утром, а потом я проверяю всю телегу, все, два часа вылетело утром, потому что я в миллиарде каналов и чатов состою, и как бы, ну вот да, ну не знаю, надо что-то, может быть, с этим тоже сделать, но в общем, в целом, вот эти цветные иконки, всякая хрень, это все насрать абсолютно, меня тоже бейджи не фрустрируют, скажем так, я, мне похоро на них, там, тысяча там уведомлений, или пять, вообще пофигу, ну вот да, вот и посмотрим, такие дела. Пойдем к нашей рекламе Патреона, ewebdesign.ru слэш, точнее, patreon.com слэш ewebdesign, patreon.com слэш ewebdesign, платформа, где вы можете нас поддержать, закинуть немножко баблица за месяц, а мы будем очень рады, потому что у нас даже есть цель в этом году, чтобы нас поддерживало 100 чуваков, 100 самых классных чуваков, которые могут нас поддерживать, на patreon.com слэш ewebdesign. Что ты можешь, какое ты можешь еще обращение сказать нашим потенциальным патроном, или даже, может быть, хотя не потенциальным, а настоящим патроном мы в самом конце подкаста воздаем почести, а вот тем, кто может стать патроном. Ну смотри, уже 61 человек стал, это круто. Достанье так и сложно. Это два класса. Да, да, наша классическая, два таких переполненных класса, три класса в частной школе. Вот. Ну допустим. И, короче говоря, что я могу сказать? Первое, это пришел, это целый дополнительный подкаст, иногда 40-минутный, иногда часовой. Да. Вот. Я бы это не обменял ни на что в жизни вообще. Это очень круто. Согласен. я считаю, вот этот час, который вы сэкономите утром, не проверяя телефон, вы должны будете просрать на наше пришел. Тем более, что оно выходит всего раз в неделю, а не каждый день, поэтому... Так его можно включить, пока вы занимаетесь какими-нибудь очень важными вещами. Жавите яичницу своей женщине в трусах. Да. Или йогой занимаетесь вместе с ней. Йогой. Вариантов масса. Вот. И, короче говоря, самое даже главное, это другое. Самое главное, это теперь наш патроновский чат, который мы открываем для всех. Дверь в него мы открываем для всех. А там вершится вообще таинство. Мы там делимся темками, которые мы будем обсуждать еще заранее вообще, до того, как... до того, как записываем. И, в принципе, у каждого есть возможность повлиять на это решение и сказать, чуваки, давайте, может быть, все-таки 15-ю темку вычеркнем. Ну, 15-ю, ладно, 6-ю. И мы спросим, типа, чувак, а ты не попутал вообще? Ты кто нахрен? Ты сколько баксов завозишь? Да ты знаешь, сколько я тебе занес уже. И все, и нам придется в это подчиниться. 6-й темки не будет. Будет 5 тем просто и все в следующий раз. То есть тут все интересное. Там, в принципе, там некоторые интересные люди в патроновском чате собрались, которых нет в основном чатике. А это, поверьте мне, о многом говорит. Это элиточка. Да, да. Patreon.com поддерживайте нас хотя бы одним долларом, вот, и вы получите доступ к целым двум благам. Благам. Первое, это при-шоу, бонусный подкаст, limited edition, и второе, это наш чатик. Это круто. Так что, будьте, будьте мудрыми. Будьте, будьте бдительны. И бдительными, да. Ну, так вот. Опять, кстати, сейчас твоя темка дальше? Или мы можем поменяться, если хочешь? Да, я не хочу. Мне, мне нравится и так. Давай. Банданоч, Банданоч нам предлагают темку на хабре. Банданоч. Оригинал, Джон Нотон. Заголовок. Мы приближаемся к пределу, я по скринридерам. Заголовок. Заголовок. Теги программирования, компьютерное железо, процессоры. Вот, да. Мы приближаемся к пределу вычислительных мощностей, нам нужны новые программисты. Эти программисты сломались, несите новых. Темка о том, что все сильнее ускорящиеся процессоры привели к появлению раздутого софта. Простите. Но, физические ограничения могут заставить нас вернуться к более скромному варианту кода, которым мы пользовались в прошлом. Еще давно, в 60-х, Гордон Мур, один, кстати, из основателей компании Intel, оказывается, мы-то с тобой и не знали. А, нехуй надо. Он изрек еще тогда, что количество транзисторов, которые можно уместить на кремниевом чипе, удваивается примерно каждые два года. Ну, такая незатейливая у него получилась гипотеза. Собственно, ее заглавили законом Мура. Вот. И в общем и в целом это, понимаешь, возможно, даже если бы он его не сказал, развивалось бы по-другому. Но тут теперь, коль скоро он уже сказал, как бы вот оно именно развивается. Да, да, да. Короче говоря, мы подходим к физическому, к той границе, когда мы не можем больше умещать транзисторы из-за того, что размер одного транзистора начинает стремиться к размеру атома. А как бы, ну, транзисторы-то на кремнии располагаются, соответственно, они из атомов кремния должны состоять. И не может один транзистор состоять меньше, чем из одного атома, ну и даже из одного не может. Потому что транзистор это переключатель между двумя вариантами, так скажем. Вот. И в 2010 году сам же Гордон Мур сказал, что законы физики остановят это экспоненциальное увеличение. Вот. Он сказал, что что касается размеров транзисторов, видно, что мы приближаемся уже к размеру атомов, представляющих собой фундаментальный барьер. Однако до этого момента еще сменятся 2-3 поколения. Однако дальше предсказывает развитие событий мы не в состоянии. У нас еще 10-20 лет, вот да, у нас еще 10-20 лет до того, как мы дойдем до фундаментального предела. Фундаментального в смысле, что фундаментально физически мы не сможем... Да, да. Ни хрена ты. Прям круто. Вот. Мы дошли до 20-го года. Уже как бы мы нащупали дно, так скажем. Главное его не пробить теперь. Уже чувствую, что днище, да. Да. И, собственно, производители процессоров тоже его стали щупать, потому что очень долго были двухъядерные и четырехъядерные, а теперь резко начали делать шести-восьмиядерные уже прямо в потребительских ноутбуках. То есть раньше восемь ядер, это что ты? Это сервер. А сейчас это обычный ноутбук. В телефонах у нас уже четыре ядра, по-моему. Ну, то есть в андроидах-то точно четыре ядра, правда же, Нерон Ансомниус? В айфонах, я не знаю, не очень это афишируют, но тем не менее. Вот. И, короче говоря, мы уже прямо вот здесь и придумывают всякие 3D-чипы, когда все друг на друга накладывают, ну, чтобы ну, такую же площадь занимала просто, ну, объема чуть больше, потому что она башенка, так скажем, расположена. Короче говоря, изгаляются как могут, но, в общем и в целом, нам, как создателям ПО, нужно задуматься о том, что не всегда теперь мы сможем просто по пять хромиумов в каждое приложение запихивать. Одно для главного меню, другое для игры, да? Warcraft 3 Reforged. Вот. И, соответственно, ну, нам придется как-то оптимизировать снова свой код, потому что уже 28-ядерные процессоры на сервере, это, конечно, хорошо, но не так быстро это теперь будет увеличиваться. Вот. И, ну, здесь всякие истории о том, что Билл Гейтс, когда еще был пацаненком, это примечание Банданоча, видимо, он как переводчик именно это использовал. Он как пацаненок. Он, да, он как пацаненок сам это писал. Вот. Как Билл Гейтс, который написал интерпретатор Basic для одного из самых первых микрокомпьютеров TRS-80. И поскольку у машины была крохотная по размеру ROM, то есть Read-Only Memory, Гейтсу пришлось уложить всю программу в 16 килобайт, между прочим. Вот. Он и писал на ассемблере, чтобы увеличить эффективность и сэкономить место. То есть сейчас грядет эра, я не говорю прям вот в 2020-м, но тем не менее тренд будет такой, что будут цениться те программисты, которые могут оптимизировать код. И скорее всего мы от крупных фреймворков, если мы говорим про веб, типа там React, Vue и Angular, будем переходить к чему-то более мелкому, простите за ксюморон, и какие-то вот более утилитарные микрофреймворки использовать. Это в общем и в целом даже и неплохо, на мой взгляд. Все как-то, знаешь, будет опять программирование опять будет приносить удовольствие. Ты не будешь для React вот этого Redux Redux Store писать тысячу строк только для того, чтобы одно значение в Store хранить и написать все изменения, мутации и прочую хрень для него. То есть это, ну, кода ради кода будет меньше намного, потому что весь код, который компилируется, он все равно же потом, ну, место добавляет и количество там тактов процессора, которые нужны для его выполнения. Поэтому это круто, мне прям сильно нравится и я предвкушаю. Это, мне кажется, выдавит из профессии вот этих людей, которые, ну, не особо что-то знают, по гайдам как-то пишут и, в общем, и в целом они, ну, могут работать просто потому, что у проектов нет никаких требований по производительности и так далее. Ну, все просто у всех в хроме запускают, у всех работает как бы и насрать. Я понимаю, что, я уверен, даже нас многие слушают, кто до сих пор и Е6 поддерживает. Ну, я утрирую, ну, допустим, что-то такое для корпоративных клиентов, вот, но тем не менее, блин, таких, я думаю, меньшинство. Большинство сейчас пишет огромные бандлы, просто мне не далее, чем недавно, тоже мой коллега с нынешнего проекта сказал, типа, Саня, я вот столкнулся с проблемой того, что, ну, не про наш проект, а про какой-то другой, о том, что сборка настолько долго происходит, что проще уже асинхронно подгружать Store из другого приложения, там, и роутер-модули и так далее, это просто тупо быстрее, чем каждый раз пересобирать, там, ну, то есть, это реально уже, ну, а это при том, что у нас у всех, там, четырехъядерные ноутбуки, там, с минимумом 8, а иногда с 16, и 32 гигабайтами оперативки, то есть, блин, это такие машины, на которых раньше, блин, целые компании работали, у них сервер меньше был, а сейчас одно говно мы тут компилируем, делаем, и еще и тормозит все, поэтому, блин, я, я прям сильно предвкушаю, когда вот этот виток история совершит в обратную сторону, и опять будет, будет классный код, и будет, программирование же, оно всегда было именно красивым, что ты вроде написал там 30 строк, а у тебя что-то, ну, осознанное происходит, работает, и всегда классические программисты, они мерились, как именно они алгоритм сортировки напишут более производительный, который меньше места занимает, и так далее, это как, там, взять на слабо, на слабо написать еще, там, на три строки более убористый алгоритм, сейчас этого уже нет, какие на слабо, сейчас ты, главное просто знать, там, как на плюс 10 тысяч строк написать в реакте, там, еще один компонент, и все, то есть, ну, я прям, я прям предвхушаю, когда опять компетенции разработчиков будут цениться, это, это будет круто, что скажешь? Глубоко, ты завернул, мне даже нечего добавить, я могу только сказать, что реально, как будто, выглядит так, как будто новый виток, вот это прикольно, это, как-то, Мур сам не думал о таком, он, он когда, интересно пророчил, что будет изменяться, он подумал, что когда-то это перестанет изменяться, или он порофлил, а начало реально изменить, или вообще, я не писал, что у него было в голове, но тем не менее, наверное, у него это было раньше, чем у нас в подкасте в голове, поэтому прикольно, про новый виток очень круто, и вообще как-то прям такая статья, она еще более воодушевляющая, и еще более какая-то прикольная, даже чем про телефоны, про телефоны мы там что-то в конце загрустили. А тут прям... Именно... Хорошо. Пойдём к последней заключительной темке в этом подкасте. Строительная медитация под бокал вина. Лего сделала ставку на уставших взрослых. Это так звучит тема. Короче говоря, что бы рассказать тут вам? Тема тут длинная. Тема тут длинная. А, там ещё и длинная. Я думал, там вспышка и как-то прикольно всё. Я это расскажу более-менее как вспышку. Не потому, что даже неохота всё это рассказывать, а потому, что, мне кажется, тут тема достойна какой-то небольшой мысли. Небольшой, не длинной. В общем, компания Лего, которая производит конструкторы, как вы знаете, а может быть, кто-то уже и не знает. Может быть, есть зумеры, которые такие «Чё, какой Лего?» Вот компания Лего конструкторы в какой-то момент стали неплохо продаваться. Потому что как только на смену конструкторам, то есть физическим каким-то вещам, пришли компьютеры эти ваши, комплюктеры, телефоны, не дай бог, тамагочи и всякое электронное дерьмо, видеоигры, «Пфу!» Вот это всё дерьмо. Как ты это произнёс вообще? Вообще. Вот это всё стало денюжки-то отнимать, денювки у Лего. И вообще у игрушек физических. Потому что дети перестали играть в физические игры. Зачем, если можно пойти и в GTA 5 шлюх задавить? Правильно? Конечно. Всё. Соответственно, Лего пошло в жопу, а деньги-то заработать охота. И молодцы, молодцы в этом плане чуваки из Лего, они подсуетились и придумали, что в принципе-то Лего это же такая, скорее, можно ностальгическую тему сделать для взрослых чуваков. Плюс у взрослых есть бабки. Плюс ещё сам по себе конструирование Лего это не просто развивающая какая-то штука. Это же ещё и как дзен, как успокаивающая штука. И они взяли и перепрофилировались на взрослых. То есть теперь Лего по сути, даже если вы заходите на какой-нибудь сертифицированный магазин Лего в вашем городе, то в новинках конструкторов вы вообще увидите, я вот сегодня зашёл специально тоже убедиться в этом, да и я в принципе и так и не сомневался, но чтобы максимально уже убедиться, заходишь на сертифицированный магазин Лего в вашем городе и смотришь, там первый набор мне попался, набор арены Манчестер Юнайтед, такой практически в уменьшенном размере, значит, за 22 тысячи рублей. Какому нахрен ребёнку нужен набор арены Манчестер Юнайтеда? Какому? Никакому? Да, да, я видел такие тоже варианты. Да, то есть, да даже то же самое, например, там очень охрененный набор за очень много денег про домик на дереве, вот этот трихаус, тоже, какому нахрен сейчас ребёнок ни один не знает про трихаусы, это всё сделано для взрослых в стиле ностальгии и самое главное, в Лего очень классно делают повторяющиеся элементы, поэтому, как здесь и написано в статье, ты когда собираешь, ты реально медитируешь, потому что ты один раз приложил усилие, башкой подумал, как собрать эту часть, а потом такую же часть ты собираешь, вторую руку ты собираешь уже на автомате, по сути, вторую ногу собираешь на автомате, там, и так далее. И много повторяющихся элементов, и ты просто сидишь уже, погрузился, и здесь тоже в статье написано, что дети и взрослые по-разному относятся к лего-конструкторам, то есть, короче, дети, они именно наркоманию собирают из воображения. Я так в детстве собирал, у меня в детстве был просто какой-то набор, даже, мне кажется, он не был каким-то конструктором конкретным, это просто был набор деталей. Была зеленая такая платформа, как, как типа длинная такая, короче, штука, просто площадка, на которую можно ставить, что хочешь. Я там любую наркоманию собирал, у меня постоянно всякая хрень получалась. Сейчас я как взрослый, то есть, ты мне, собственно, эту тему-то почему подкинул, потому что я легоч, и я как взрослый легоч, да, я как взрослый легоч не собираю наркоманию вообще, я, и больше скажу, я настолько не отступаю от правил, что я прям собираю максимально по, значит, этой, по инструкции, и вот самая финальная часть, там вообще всегда в конструкторах лего есть плюс-минус дополнительные детали, которые у тебя остаются, и несколько вариантов, как ты можешь, допустим, вот, пример, конструктор, например, конструктор Overwatch'а, где есть Дива и Рейнхард, ты можешь, например, Диву положить, там, в смысле, ты можешь ее прям в робота посадить, так, уже хорошо, да, а можешь, короче, поставить ее, просто одну отдельно фигурку, мини-фигурку и самого робота, и я, короче, делаю максимально, чтобы вы понимали, или там, Рейнхард, например, его можно внутрь посадить, а можно поставить просто рядом, и, короче, я делаю максимально, как вот в инструкции написано, то есть, можно играться, можно его вытащить, там, убрать у него шлем, снять, поставить, там, ты можешь как-то чуть-чуть кастомить, и так можешь, то есть, это не особо отклонение от правил каких-то, то есть, не наркомания, все равно все по инструкции собрано, но я прям делаю так, как в последнем слайде, условно говоря, презентации написано, так я и делаю, короче, и у меня так и стоит, стоит все вот именно по инструкции собрано, и это как бы типа дополнительно снимает у тебя какую-то незавершенность, какой-то стресс, то есть, у тебя просто есть, это как мы рассуждали, то есть, как мы сцены ставим, сцены, которые, в смысле, для выступлений, то есть, это какое-то дело, которое ты условно делаешь за один день, задача, которую ты решаешь, она у тебя сегодня не решена, потом она в процессе, а потом она решена, и ты удовольствие получил просто от завершенности, вот так же, короче, с лего наборами, ты просто от завершенности по инструкции все сделал, и у тебя как бы в порядок все пришло, то есть, ты в башке в порядок пришел, короче, это именно форма медитации, на этом, собственно, лего и сыграли, плюс, дорогущий набор с 20 плюс кат, за 50 к, там, звезды смерти, разные крейсеры из звездных войн, там, до свидос, че? Причем, опять же, эти крейсеры не были уже в новых частях звездных войн, я скорее всего подозреваю, и это все именно ностальгические наборы для старых, для чуваков, которые старые части смотрели, опять же, для взрослых, то есть, гении из лего, они, естественно, сделали все уже для, то есть, короче, лего в основном для взрослых, хотя у них есть линейки для детей, всякие там, короче, для, сильно прям для девочек есть, где даже фигуры, даже сами по себе части в лего, они гипертрофированы по-другому выглядят, то есть, не дефолтное лего, которое мы привыкли видеть, а там именно даже, короче, другой завод, мне кажется, занимается этим, там соединительные элементы такие же, но именно бошки другие, ну, короче, там все другое, вот, но в основном это, конечно, мне кажется, русский контент, тут причем даже в статье рассказывается про телесериал, веб-сериал, документальный веб-сериал, где чуваки, короче, взрослые чуваки собирают лего просто там на скорость, на хренорость, там, короче, там до свидос, что происходит, и, в общем-то, отдельная уже тема, именно лего дзен, ну, здесь еще рассказывается про то, я вижу девочек, вижу лего для девочек, там реально сами человечки вообще другие, и, в принципе, там, ну, некоторые детали, они другие, то есть там, ну, видно, что лего, но видно, что не то. Ну, да, но не дефолтное лего. И, кстати говоря, если уже мы говорим про то, что, допустим, если я захожу в детский мир, во-первых, я не смотрю, естественно, на девочек, которые там... Кстати, эта серия лего фрэнс называется, именно лего фрэнс, это вот именно девчачье лего, оно вот именно розовенькое, вот в нем именно все такое. Все. Вот. Короче, вот я когда захожу в детский мир и прохожу до лего наборов, короче, то там вообще никогда практически не бывает чуваков с детьми. То есть, короче, такое чувство, что там либо вообще никого не бывает, потому что это дорого, я не знаю, типа, и в Челябинске чувака мне по карману, либо просто туда заходит вот один, как я дурачок, и, короче, и покупаю, и уже, типа, мелким детям никто не покупает, только взрослым чувакам. Ну и, короче, в общем, так что вывод такой, что лего перепрофилировалось и стала просто как дзеновая такая тема, то есть ты ее собираешь и просто, типа, такой, короче, успокаиваешься. Стресс снимаешь, антистресс игрушка. Три ремарки. Первое я сейчас показываю нашим зрителям, вот слушатели, просто представьте, здесь картинки лего в 81-м и сейчас. И там, короче, одна и та же, один и тот же человек, в 81-м это маленькая девочка, в 2014-м уже тетка сидит и тоже, как бы, с лего. Угу. Вот. Подтверждение, так сказать, твоих слов. Так. Вот. Вторая ремарка, это то, что я еще в детстве собирал полностью, как в инструкции ставил. Ну, ты уже тогда старый был, понятно? Вот, вот да. И третье, это мы на самом деле так подсознательно с себя ответственность просто складываем. На кого? На инструкцию? Потому что за нас уже решили в инструкции, да, как жить, как ставить и делать. И мы просто, чтобы хотя бы в этом скинуть с себя ответственность, вот, мы уже как бы вот так действуем. Ну, да, все может быть на самом деле, но, кстати говоря, я когда мелкий чувак, опять же, был, я не могу вспомнить, к сожалению. У меня, возможно, просто не было именно конструкторов. Возможно, я бы тоже родился старым, как родился готовым. Вот, короче. и тоже бы собирал эти, потому что у меня именно не было возможности, скажем так. Просто по инструкции собирать это каеф. И даже, знаешь, кроме того, что вот все, чем мы перечислили, в том числе, и снимаем ответственность, просто инструкция, короче, мне, у меня такое чувство, что инструкцию лего какие-то настолько надмозги делали, настолько, короче, какие-то высшая раса, ну, на самом деле, скорее всего, кроме того, что это гениальные конструкторы делали, возможно, там нейросетка еще, конечно, была, потому что там так сделано, просто, короче, космически, наркомански сделано, и из этого получается нормальная тема. И они там используют просто самые странные детали, которые можно использовать, и все равно получается нормальная тема. И там Настолько всё сходится Можно было просто квадратами Но они почему-то Там именно всякие штуки Я понимаю И самое главное У них всё сходится И если ты всё правильно собрал У тебя всё сошлось точно Абсолютно И кстати говоря, лего Инструкции, они очень Круто подробно нарисованы То есть если ты возьмёшь инструкцию икеевской Даже икеевской Ну ладно, икеевской не будем брать Хотя у меня тоже есть вопросы к икеевским инструкциям К мебели Но возьмёшь Вот допустим, если ты возьмёшь какую-нибудь инструкцию Закажешь в каком-нибудь там короче В ситилинке в ДНСе дешёвую такую Офисную мебель Ты просто, ну или знаешь Если ты хоть раз собирал Который стоил 6000 рублей Там одна страница напечатанная Причём там 100 на 100 пикселей картинку на 4 раз печатать Там непонятно вообще ничего Да, и такое чувство, что тебе надо что-то докупить ещё сюда Чтобы это всё собралось Да, да, да Тебе надо ещё, блядь, пойти за гвоздями и так далее В этом плане, конечно, у лего инструкции всё более гениально Там вообще настолько у тебя не подточишь Они тебе со всех сторон перевернут И покажут с какой стороны у тебя что должно показываться И там не пропуская ни одного слоя То есть там нет такого, что не подвоечников Знаешь, а да похрен, ну тут вот этот слой не нарисуем Нет, у тебя там всё, короче, будет И всё, куда ты поставил, у тебя всё там случается Я на самом деле не настолько наркоман Потому что я не собирал, к сожалению, вот такие наборы Которые вот там чуваки собирали 2 года там Набор из там 1300 деталей 1300 деталей это смешное количество, честно 1300 деталей, если сесть упороться Их можно собрать Не буду знать, ну не буду говорить сколько Но мне кажется, там за 2 дня можно собрать Ну условно говоря Ну короче, ну я не собирал такое Да мне кажется, даже за день Это уже челлендж должен быть Пришлите мне кто-нибудь на 1300 деталей Согласен Я отвечаю, я стриманую за 8 часов Да, да, это Ну я имею ввиду, если ты там вдруг на работу ходишь А потом вечер, по вечерам собираешь Но конечно, если просто засесть Можно и за день То там чуваки что-то собирали Там сколько-то там это Приходят, собирают Ну там было написано, что они именно приходят в кафе, собирают Но там видимо Знаешь, если 2 года собирать Это же, это просто Альцгеймер Не будет у тебя Альцгеймера Каждый день вспоминать, куда ты На какой ты странице, короче И по одной детальке ставить Это вообще Это отдельный челлендж Но тем не менее, я не собирал большие Пацаненки из соседних этих Тоже прибегали у тебя, отщипывали там по одной детальке И в свою наркоманию кидали Вчера этого не было Вчера это Где-то что-то Как-то Да, 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 да Ну вот, я говорю, не собирал по 20 тысяч Я собирал максимум В смысле, по 20 тысяч денег Я собирал, короче Самое большое я собирал Что, я не знаю даже, что Тысяч за 5 набор я собирал И они не очень большие Я это все собираю в один присест Ну да, то есть ты сидишь Убиваешь там сколько-то часов Но, короче Вот И мне сейчас это на самом деле То есть Есть люди, у которых скрипят мозги на этом Я на самом деле наоборот Я отключаюсь То есть я именно вылетаю из себя И мне вообще не сложно Ты это просто как бы так Сидишь, короче И я не знаю, с чем это сравнить Возможно, с вязанием Вот если хоть раз Вы учились вязать То, короче Я не знаю С каким-то таким Монотонным очень дерьмом, короче Или просто в руках что-нибудь мять, короче Вот уже такое, короче Поэтому, да Это прикольная тема Я не знаю, кто-то Возможно, Юрий Баранов Занимается и этим И у него много Наборов за 50 тысяч купленных Интересно послушать людей Он их фоткает в Японии Он их фоткает в Японии И потом, да Потом уже собирает Да Ну, всё, в принципе Можем идти к нашим заключительным Обоечкам И поздравлениям патронов С тем, что они крутые Ну, наверное, сначала, опять же Поздравим патронов А потом уже к обоечке Давай Сейчас я открою Точнее, что открою У меня уже открыто Спасибо, чуваки Всем, кто нас поддерживает Спасибо Только благодаря вам Этот подкаст вообще возможен Только благодаря Патреону Если бы его не было Давно бы уже забросили Так что Это не пустой звук А вот Назовём, собственно, героев 40-долларовый Макс Спасибо, Макс Ты гений Лучше нет человека в мире Вот 20-долларовый Тимур Икрамов А-а-а Он уже 30-долларовый Он сменил ставку И 30 оплатил Так что 30-долларовый 20-долларовый Константин Гончаров Никита Ларк Олег Цепиш И Иван Мерзавцев Спасибо, чуваки Вы наши штурманы Вы крутые 10-долларовый Графа Балмасов Аноара Балгимбаева Дмитрий Казарцев Далее по списку Алекс Яценко Кеша Пуделев Константин Русанов И Пётр Гульчук Спасибо, чуваки Вэу Вообще Вэу 5-долларовый Космонавты Титус Миша Хохлов Иван Сухин Я-Вэб Антон Заболоцких Антон Потапинга Андрейчик Эльмира Халилова Нан Геннадий Хатовицкий Пётр Гаврилов Паша Погнали Алекс Ефремо Тёма Фарт Деклайнул Шеймим его немножечко Трофим Илья Смагин Это я дальше перечисляю Тех, кто не деклайнул Алекс Нью Бостон Игорь Ли Дмитрий Перещук Антон Савинчук Гладких Б.У. И Дмитрий Скрипкин Вот Также хочу сказать Отдельное спасибо Рому Фролову И Владимиру Анохину Они тоже по пятаку Заносят Но не выбрали тир Кстати Владимир Анохин Сегодня знаешь Чё писал? Чё? Первое Что Звук фонил Он уже послушал Пришову Который я сегодня выложил Вот Там что-то было Созвуком Чё второе? Там плохо Со звуком Сейчас скажу Сейчас я найду Это достоин Того, чтобы озвучить А потом он сказал Пошёл ты в жоп Пошли в жоп Козлы Я ненавижу А Он ещё сказал Что на обзорных роликах Надо, чтобы стол был в кадре А то Говорит Непонятно Не видно Чё ты там достаёшь Ну Я понимаю О чём он Допустим Если ты посмотришь У какого-нибудь Велосокома Обзорные ролики Я понимаю Блин Но это мне надо Целую комнату отдельную Потому что Если я здесь Так стол в кадр возьму У меня ещё диван в кадр войдёт Гитара Ну согласен Мы за неимением лучшего Снимаем пока как есть Вот да И спасибо конечно Сэму Белову Но он деклайнул Свои 6 баксов Этот раз Мы ещё ждём Пока ещё 3 февраля Ещё Хотя уже 5 3 февраля Он деклайнул 3 февраля Хотя уже 5 Блин уже 5 А смотри-ка Здесь есть Деклайент Это именно Отклонено системой То есть это значит Что ещё может вернётся Там есть какой-то ещё статус Типа refused Отказался платить Вот деклайент Это ещё не порог Не приговор Это ещё может быть просто У Сэма Белова Нет денег на карточке Он сейчас закинет Специально ради нас И да Надеюсь так он и поступит Круто Всем спасибо Обойка 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 На обойке я вижу Я сегодня открывал Заранее Поэтому На обойке я вижу Какую-то такую Пустыню степь Я не знаю И в этой пустыне Степи торчат Камни Прям как зубья Вдалеке где-то Редкая зелень Очень редкая А сверху Такого очень красивого Цвета неба И я как раз Хотел сказать Что Мне кажется Вот это небо Это наш подкаст Оно Очень интересного Цвета Такого И Оно Только в этом Месте Есть такое небо То есть В других местах Другого цвета небо Соответственно Как вы знаете Небо оно Не везде одинаковое И вот Это небо Наш подкаст И его могут услышать Только вот Избранные чуваки Патроны А патроны Они вот эти камни Торчащие Они как бы здесь Торчат И всегда смотрят На это небо То есть на наш подкаст И А редкая растительность Это кто? Чё? А редкая растительность Это кто? А редкая растительность Это те Кто деклайнул Согласен Да Это правда Они как бы могут Вымереть В этой пустыне Мне понравилась твоя версия Ты просто так сказал Небо такого цвета Что мне кажется Все от любопытства Умерли Слушатели Там обычно бирюзовое небо Ну как обычно Бирюзовое Клазур У нас в Челябинске такое Как море во Франции Около Ниццы Вот примерно такое же Здесь небо Это Австралия На картинке Вот Поэтому да Это действительно пустыня Вот Я когда картинку Это выбирал Я думал Что это Мексика Я придумал Что наш подкаст Это бутылка текилы Которая стоит за кадром Которую сейчас будут Распивать Амигос Нихрена Вот Нет А возможно Это Наш подкаст Это лопата Которая роет могилу Какому-нибудь очередному Бандитос Или так Да В принципе Такой тоже вариант Возможен Но я подумал Про бутылку текилы Вот А поскольку Поскольку я потом узнал Что это Австралия Вот я скажу Что наш подкаст Это звезды Которые будут видны На этом ночном небе Когда Зайдет солнце Потому что я знаю Что в Австралии Очень сильно видно звезды Там мало городов Там нет никакого свечения Так скажем От Техногенного От земли Поэтому в общем и в целом Там сильно видны звезды Вот Поэтому наш подкаст Это звезды Которые видны на небе Они может быть Не каждый день видны Потому что иногда бывает Пасмурно Иногда что-то еще Но когда видны Они прям ярко Очень светят И вы Чуваки Его обязательно Увидите Ни хрена Да Я завернул Что-то как-то Ни хрена В натуре Майндблоинг Получилось Ладно Чуваки Давайте тогда Будем мы с вами Заканчивать Этот разговор Я даже вебку подниму Потому что я выпрямился Я весь такой Не в кадре был Спасибо всем У нас уже пол второго По Челябинску Надо с завтрашнего дня Ты сами понимаете Начинать не проверять телефон Поэтому Надо подготовиться Выспаться Вот Увидимся через Не знаю Никогда Не будем загадывать У нас еще два подкаста Не вышло Поэтому Увидимся в апреле Короче На следующем выпуске Давайте До июля Вот Да И раз мы думаем Что в апреле Значит в натуре Выйдет в июле Поэтому Так всегда и бывает Всем пока Спасибо что смотрели Пока Вау Вы классные Супер Спасибо за поддержку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому